Путешествие на Таймер 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 Хаттенга – это крупный населенный пункт, куда прилетают самолеты из Норильска и Красноярска и районный центр Таймэра. Это такое крупное место, откуда можно было начинать маршрут. И местный ветеринар, с которым я заочно познакомилась, он мне сказал, зачем вы туда идете, там смерть, смерть, там смерть. Он вот так вот говорил реально. И он сам летал на вертолетах бригады Ниганасанов, там Далгана и Ниганасани на Таймыре местные жители по Суторине. Но сейчас, как он мне сказал, севернее реки Хаттенге, вот река Хаттенга, никто не кочует. Гернее, кочует только одна семья. И то она где-то вот тут недалеко. А мне надо идти вон на самый Несчелюстский. В общем, я поняла, что встречных дней не будет и надо по максимуму запасаться продовольствием. То есть если я до этого, ну как ты думала, встретишь людей всегда там с обед, с каким-то продуктами, с мясом, то здесь такого не ожидалось. Но в этот раз у меня в путешествии был спутниковый навигатор, спутниковый трекер вернее. Первый раз в жизни, то есть если до этого я всегда ходила без средств связи, то в этот раз у меня был вот такой спутниковый трекер. И я снимать тоже очень боялась, потому что я немножко суеверная, во-первых, и когда ты идешь без всего, тебе помогает что-то выше. А когда ты идешь с такой, ну как бы, ну какой-то электронной штучкой, скажем так, а вдруг она где-то не сработает. Я вообще не умею с такими приборами так хорошо общаться. И вдруг, как бы, все будут ждать от меня какой-то там смс-ки, а у меня что-то там, или батарейка сядет, или что-то сломается, и что делать. То есть так, как бы, обычно я оставляю карту с ниткой маршрута, и когда уже выхожу, ну, как бы, есть всегда контрольное время выхода в конечную точку. Ну, пусть она там через полтора месяца от старта, там через два, но все равно, потом, как бы, вот за тобой в случае чего буду тебя искать. А тут, значит, я договорились, договорились, буду выходить на связь два раза в неделю, то есть буду отправлять смс-ки. Какие это смс-ки мне? Загрузили три смс-ки, которые можно отправлять всегда. Это на маршруте все в порядке, отклонилась от маршрута на все в порядке, и третье, заберите меня отсюда. Вот три смс-ки, которые можно было подавать. Ну, скажу сразу, что только первая у меня была все это время. Вот, но там можно было еще ввести отдельно смс-ок, и их там уже по каким-то специ... Ну, гораздо сложнее, можно было бы посылать. У меня закончились продукты, ну, мне казалось, что это глупые смс-ки, зачем им это посылать. Ну, тем не менее, ввели еще 10 смс-ок, там проблемы со здоровьем. Вот. Но, тем не менее, вот я взяла этот трекер. И еще, чем, значит, опасен... Опасно путешествие через Таймыр? Ну, вообще, по побережью Арктики опасность это встреча с белыми медведями. Потому что, если с бурами встречаешься, буры, они все-таки... Ну, они всеядные, и как-то вот они... С ними как-то можно... Они боятся людей. А белые не боятся. И для них человек это... Ну, это просто добыча, источник пищи. Ну, как бы, они могут просто напасть и съесть. Причем, как мне рассказывали, они даже могут ночью прийти на палатку. Ну, они же как на норку нерпы сверху, как бы, раз, и накрывают ее, и все. И вот это меня, конечно, очень страшило. И поэтому, значит, как построить маршрут? Вот как построить маршрут, чтобы дойти от Хаттанги до мыса Челюскина? И еще я очень хотела, на самом деле, пересечь горы Восточные Беранга. Ну, почему Восточные? Они, в принципе, горы Беранга, они делятся на... Ну, их разрезают реки, Пясина, Нижняя Тымыра. И, соответственно, они делятся вот на несколько таких частей. И вот Восточная часть, она самая удаленная, труднодоступная. Ну, и самые там высокие горы. Но, на самом деле, все Беранга не очень высокие. И максимальная высота 1126 метров. Это гора. Раньше она считалась вот здесь вот, а на самом деле она вот здесь вот, в этом месте. То есть я сначала думала, как бы построить еще маршрут через высочайшую гору. Но потом поняла, если она здесь, а это гора ледяная. То сюда еще можно зайти, а здесь, ну, это слишком отклоняться от маршрута. Короче говоря, я строила маршрут таким образом, чтобы вообще не выходить на побережье. То есть, ну, потому что побережье – это встреча с медведями белыми. Вот. Ну, я изучала, конечно, все отчеты, как вот люди пересекали. Ну, потому что пересечь Таймыр, дойти до мыса Челюскина – это вот такая, ну, в чем-то, если сравнивать с альпинизмом, это, наверное, вот там подняться на Эверест, там по какому-то там пути особенному. Может быть так. Ну, среди путешественников примерно. Ну, на самом деле, не так много людей достигали мыса Челюскина, пересекали Беранга. Но самые, как бы, самые для того, чтобы пересечь Таймыр и дойти до Челюскина, вот так прошли, например… Нет, немножко не так они прошли. Ну, короче говоря, нужно использовать для… ну, логичнее всего использовать для пересечения реку сначала сплавляться по Пясине, ну, прямо из Норильска можно, потом делать волок на верхнюю Таймыру, озеро Таймыр, нижняя Таймыра, и все по побережью, и ты доходишь до мыса Челюскина. Либо из Хатанги тоже по связке рек добраться до Таймыра, до озера Таймыра, и также дальше нижняя Таймыра, побережье и мыс Челюскин. Вот таким маршрутом, тоже, кстати, очень непростой маршрут, прошли вот 10 лет назад Шапошников и Вихарев, два туриста из Ярославля, путешественника. Вот, а еще в 2018-м через горы Беранга, ну, в таком транс, как бы, направлении с запада на восток прошел одиночный путешественник Сергей Варнаков, и у него, я его прочитала тоже отчет, вот, но так как вот через восточный Беранга как-то вот никто целиком не проходил. Вот, я очень долго думала, как построить маршрут, ну, и вот он у меня вот так вот примерно сложился, то есть он разделился на три части, то есть сначала это подходы горам, подходы горам, и я планировала вообще начинать, стартовать вот из этой точки, это место, куда впадают две реки, большая Булахня Гусиха, и это напротив поселка Сандоско, всего 30 километров через Хатонский залив, казалось бы, вот я приплыву в Сандоско как-нибудь, да, ну, там есть же, раз люди живут, значит, какой-то местный транспорт ходит, но 30 километров через Хатонский залив, это такая зависимость от волны ветра, там можно сидеть неделями и ждать, вот, то есть 30 километров через залив, это очень серьезно. И в результате я решила, короче говоря, договорилась с человеком, ну, вот через этого ветеринара, который в Хатонге, договорилась с человеком, он мне сказал, тебе надо, он так поговорил, ладно, я тебя довезу до Устья Гусихе на моторке, и я так обралась, у меня просто от сердца отлегло, я подумала, ну, все, я начинаю старт, старт у меня уже просто, Хатонский залив вообще исключается, я очень люблю открытую акваторию, это еще одна из трудностей путешествия, ну, не трудности, а опасности, потому что мало того, что открытая акватория на маленькой лодке, я сначала вообще думала брать большую лодку и маленькую, то есть начинать на большой лодке, байдарке, потому что против течения и по волнам идти на каркасной лодке, которая не то, что не зависит, она противостоит ветру, на ней можно со скоростью идти против течения, против волны, потому что у меня надувной каяк, да, и на нем против ветра и волны просто не пойдешь вообще, и он маленький, ну, пока я колчим мой, который уже несколько путешествий у меня было на нем, он такой был проверенный, надежный, и хоть он был чуть старенький, я все-таки решила взять его, потому что он надежный. Ну, и вот, и когда мне сказали, что, ну, мы тебя подбросим до устья, этой самой гусихи, я даже карту распечатала прям только от устья гусихи, это было, такой ошибкой было, на самом деле, просто я на самом деле не успеваю, я знаю, у меня бывает много недочетов, невозможно все предусмотреть, особенно когда, ну, у меня же еще всякие другие путешествия, меня многие как бы ругают, ну, шо уж там, вот то не сделал, все не сделал, ну, вот не успела, а потом, ну, какой-то элемент всегда должен быть, ну, не то, что всегда должен быть, но если есть элемент неожиданности в путешествии, он придает путешествию, ну, какую-то там изюминку, хотя, конечно, это не очень хорошо. Ну, вот, и я прилетела в Хатангу, а, ну, да, вот это первая часть путешествия, это с устья гусихи Большой Балахни до гор, ну, вот это, как бы, первая треть путешествия, я думала, что буду продвигаться, использую два озера, большие озера Портнягина, озеро Кунгасалах, потому что, ну, по гладкой воде грести хорошо, а против течения буду подниматься бичевой, и будут у меня небольшие волоки, где-то там сплавы, то есть здесь очень интересная такая цепочка, мне еще понравился маршрут тем, что там, ну, он такой, там надо было, он такой прям вот, как построить так нитку, чтобы меньше волочиться, больше сплавляться, там, больше открытой воды использовать, вот, а дальше переход через горы и сплав, вот, третий, третий этап сплав по трем рекам, он, как бы, по-моему, очевиден, потому что с гор Баранга стекает вот река Жданова, я не знаю, видно, как я показываю, да? Вот река Жданова, от нее делается волок на речку Гайцовую, опять сплав, от нее делается волок на речку Серебрянка, опять сплав, и тут остается, ну, километров 20, можно не подходить, как бы, не подходить к побережью, и все, ты на мысе Челюскин. Осталось понять, как пересечь горы Баранга, здесь я тоже там поломала голову, ну, конечно, надо использовать долины, река, это понятно, и там я, в общем, составила такую нитку, маршруты, причем у меня в середине даже намечался сплав по речке Марик-Татари, вот, и мне еще очень название так, они как-то Баранга, Марик-Татари, очень романтичные, и меня они тоже приводят в восторг. Ну, в общем, вот так сложился маршрут. И в результате вот эта уже нитка фактическая, которая получилась, и вот я прилетела к Атангу, и там выяснилось, что обстоятельства поменяются, и этот человек не может меня вот так вот прям сразу подвести на моторке, ну, в принципе, может, но там через неделю сначала надо плыть на большом корабле, ну, в общем, как-то это затягивалось, а тут буквально сразу выясняется, на следующий день идет корабль Таймыр до поселка Намарыгное, и еще в самолете я познакомилась с местной жительницей Анной Уксусниковой, она сама меня заметила, долганка, вот, и она прямо говорит, вот тебе куда, давай со мной, она мне сразу телефон дала, у меня там были проблемы с пограничниками, у меня недооформлен был, вернее, у меня был оформлен погранпропуск, но он ко мне еще не пришел, я же не беру с собой, этот, мобильный телефон я с собой не беру, вот этот смартфон большой, я беру с собой маленький кнопочный телефон, и я думала, что я в Хаттенге куплю симку местную, потому что там не берет МТС, и, значит, буду на связи, а там вообще симки не продаются, вот вообще, у меня еще вот спрашивают, а почему ты вот с собой не берешь, там, например, от медведей, вот такую прыскалку, аэрозоль, или, а почему-то вот там у тебя горелка вот с такими высокими, да, вот, деклокосные баллоны, а просто в тех местах, куда я пролетаю, там нет ничего, вот поселок Хаттенга, там даже не купить сим-карты, и вот это, то есть, там можно купить только вот такие деклокосные баллоны, а уж прыскалки от медведей там вообще нету, вот, а в самолете, ну, не провезешь, ну, может, можно как-то провести, ну, мне даже рассказывают, да, нельзя аэрозоль провозить, и вот я, оказывается, на, значит, прилетаю, значит, в Хаттенгу, там уже пограничники заходят в самолет, а с какой целью вы прилетели в Хаттенгу? За мной так, мужик, с какой целью, с какой дожить до следующего отпуска? Так, а там такой холод, дождь идет, значит, все, а я думаю, елки-палки, а что я говорить-то буду, у меня пропуска-то нету, и тут я выяснила, а до Новорыбной можно без пропуска еще, а вот дальше в Сандовску уже нельзя, а я еще вообще не знаю, как я, ну, и тут меня вот это Анус, о, Новорыбная, она со мной, все нормально, я говорю, мне позвонить надо, сейчас симку куплю, она говорит, а ты здесь симку не купишь, и говорю, ну, на тебе телефон, и мне раз телефон дает, а ее куда-то заберет, она говорит, будем на связи, и уехала, ну, ничего себе, то есть незнакомый человек, она дала телефон, значит, сказала, о, мы с тобой поедем, все нормально, и я, значит, с этим телефоном, ну, там меня ветеринар, конечно, встретил, все нормально, они меня разместили, но, как бы, вот, не удалось поехать на моторке сразу на старт, ну, а через день мы вот с этой Анной Уксусниковой, да, мы купили два последних билета на этот корабль Таймыр, и благополучно через день, значит, приплыли в поселок Новорыбный, причем там такой шторм был, ну, как шторм, ну, в такую погоду не поплывешь, я понимаю, что, да, Таймыр такой суровый, дождь идет, все в куртках ходят, ну, так, холодно, вот, домик на, дом на набережной, это домик Анны Уксусниковой, ну, вот, долгань, они меня прям очень хорошо приняли, сразу рыбы там, ну, они, Анна, она оттуда, родом, она приехала своего отца, значит, на могилу поставить, он год назад умер, вот, интересно, у них, я с ними прошла, вот, дал обряд, значит, поминания умерших, очень интересно, он чем-то похож и на христианский, а чем-то он такой языческий, и вот интересно, да, что кресты, сверху покрыт крест, вот это все, долганские, долганское кладбище, а крест, вот, как на старообрядческих могилах, вот это резное полотенце, вот, такое, и на могилах у них интересно, на женских могилах орудия труда женские, это орудия для выделки шкур, а у мужчин там мужские предметы, да, вот, окуривание от злых духов после могилы, после посещения кладбища, там, все, как полагается, я тоже перешагивала через все вот эти дымы, угли, специальный такой обряд, все так, а на следующий день там еще был праздник народов, праздник рыбака, вот, местные лодки, ветки, самодельные, и встретила там тоже интересный путешественник, я его не знала, он нигде про себя особо не пишет, а он очень много где прошел и проехал, Виталий Атласов, он на велосипеде, он считает, что настоящее путешествие, это когда ты из своего дома, вот, садишься на велосипед, и едешь, вот, докуда доедешь там, а потом на следующий год ты уже прилетаешь в то место, докуда доехал, и так вот он доехал до Камчатки, до, ну, вот, до этого, до Хаттенги, и он дальше, то есть у него велосипед или лодка, и вот он так путешествует совершенно, из Рязани путешественник, ну, вот, новорыбный этот был праздник рыбака, рыбу всю, которую там поймали, ну, не всю часть, как раз нам с Виталием подарили, как путешественникам, которым надо, это вот они так делают, юколу, ну, сушат, сушеную рыбу разрезают, и у них вообще вот так вот, идешь по поселку, и вот рядом с окнами не занавески, а вот такие вот рыбки просто вялится, такое средство транспорта, ну, вот, и договорились, там местная бригада шла, ну, по своим делам они шли в тундру, ну, как шли, они плыли сначала как раз по Хаттенскому заливу, потом они уходили на реку, но не туда, куда мне надо, а не доходя до моего места, там километров 60 или 70, я точно не знаю, потому что не было карты, ну, такая была примерная карта, они сказали, да что там за мыс поворотный, мы перед мысом поворотным ставим, а ты там, там уже чуть-чуть останется, говорю, отлично, отлично, они меня просто взяли, причем места не было, это уже, вот, вылетели комары, то есть предыдущий день шторм, а на следующий день очень резко погода меняется, и вот я прямо вот сверху на квадроцикле, вот так вот ехала на лодке, снег еще не растаял, я прилетела 7-го, 9-го, да, 10-го мы были в Новорыбный, вот 10-го мы стартовали, нет, вру, мы стартовали 12-го, 12-го, да, еще у меня же была договоренность, что с мыс Челюскин я буду уходить на ледоколе, вернее, я думала ледокол, я так радовалась, но потом только узнала, что это судно ледового класса, но все равно, оно 70 сантиметров, лед может сломать, короче говоря, раз в год туда, на мыс Челюскин, приходит вот такой, можно сказать, рейсовый корабль, судно, и я договорилась, что меня будут забирать, то есть он придет, он должен был пойти 2-го сентября, я думала, да у меня столько еще времени до него, что там я 12-го июля стартую, вот, но перед отлетом мне позвонили, сказали, он задерживается будет 15-го сентября, я думаю, ой, как долго ждать, ну ладно, то есть я была совершенно спокойна, у меня много времени до 15-го сентября, вот, люди ушли в тундру, по речке они заходят в тундру, и дальше уже идут на свои там охотничьи дела, и вот я осталась на Хаттинском заливе, что такое Хаттинский залив? Это меляки, во время отмели, 2 километра, может быть, ну полтора-два километра, вначале был песочек, а потом началась няша, то есть вот такой отлив, что плыть невозможно, а встаешь, тебя засасывает, но это еще старый, здесь был нормальный песочек, ну вот видно, вот это гусиха и балахня, вот такая карта у меня только была, а высадили меня вот в этом месте, и сказали, ну что, километр 25, а здесь было 60, ну 50 минимум, 50, а ну я примерно это расстояние оцениваю, и я думаю, ну что там 25, я прямо сейчас доплыву, не торопясь, да, вот это дров на тайморе нету, есть только плавник на побережье, вот как раз Хаттонского залива, я еще думала, что дальше будет плавник, у меня был выход, внизу я Гольцовой, на залив Терезы Клавенец, море Лаптевых, я думала, о, там еще будет плавник, но там плавника не было, вот, и здесь был плавник, вначале, ну как бы, он был, можно было, вот я костер развожу, и вообще тепло, и все хорошо, и никакого вируса, вот, и отлив, ну, был ничего, в отлив пешочком, потом грибла, вот интересно, что это карликовая ива, и она ниже, чем травы, чем растения такие, цветочные, вот, то есть вот это мак, и он вот два раза выше, чем, полярный мак, два раза выше, чем деревья ивы, ну, кустарник, конечно, не деревья, так утрированные, и вот плоскотень, и вдали, вдали виднеется, вот два, это я на таком большом приближении, вот, просто плоскотень, вот, и вдали два полмика, это гора Большая Булахня, это в районе озера, озера Сопочного, это мне по прямой еще, там, километров, сотня, даже чуть больше, ну, вот это уже такая цель, которая появилась, манит, а когда есть цель, сразу хорошо, а по берегам, ну, вот только встречаются такие тригапункты, это они такие, как бы, ну, отслеживаешь, ну, какие-то вехи на пути, треангуляционный пункт, это еще, когда карту рисовали, ставили, вот так выглядит Хаттонский залив, в отлив, но здесь еще он близко, сначала у меня было, у меня было много сухарей, так как у меня первая часть путешествия, значит, я должна была грести, и делать небольшие волоки между водоразделами, я решила, что эти волоки, я могу делать две ходки, соответственно, потому что в одном все равно не получится тяжело, соответственно, на первую часть путешествия можно побольше взять продуктов, и я взяла много сухарей, у меня вот даже они помещались, как бы так нормально, и я, ну, пришлось даже один гермомешок сначала, у меня в ногах вот так лежал, немножко мешался, но скоро это закончилось, вот в километре от берега, может быть, миль, то есть я вот так плыву, и дно чувствую веслом, в начале вот такие горы плавника, и мне надо было, у меня палатка без кольев, то есть кольев я всегда вырубаю на местности, и вот здесь, ну, вернее, на одна половинка у меня ставится, одна часть на половинку весла, а вторая часть я делаю обычную палку, которая служит и колышком для палатки, посохом, с которым я хожу на переходах, и вот здесь мне кажется так много, я так долго искала палку, чтобы она удовлетворяла моим требованиям, чтобы она была более непрямая, надежная, ну, нашла, конечно, и еще одну палку я нашла, такую чуть кривоватую, очень удобную, как штатив, как если котелок подвесить, а потом она мне еще одну функцию сослужила, отбиваться от хищных дверей, даже не знала, что так будет, вот, ну, вот это мой каяк колчим надувной, 3 метра 20 сантиметров, ой, все я говорю, 3 метра в длину, он весит 3 килограмма 200 граммов, вот, и достаточно против волны, ну, в смысле, вот его такие обводы мне нравятся, а вот моя палатка, ну, и вот вначале был вот этот плавник, да, еще я колышки тоже сделала из деревяшек, ну, у меня были основные колышки, как бы, вот на уголки палатки, а остальное я заготовила вот здесь, и больше дальше нигде не было дров, вот такая няша, туда нога проваливается, вот когда отлив, какая-то дрессива, там, взвестина, ну, вот такой берег не очень, конечно, а это вот дальше, я плыву по, ну, ну, что, один день не успела, ну, на следующий день точно доплыву, и тут началось, это просто ужас, значит, когда пошел отжимной ветер, ну, с берега пошел, и резко начинается отлив, я тогда еще сначала не сразу разобрала, когда там прилив-отлив, вот это вот, все, ну, не уследила, и вот я там в двух километрах от берега, и, ну, страшно, на самом деле, надо идти очень далеко от берега, чтобы идти, куда тебе нужно, а я еще не знаю, куда мне нужно, то есть, мне кажется, близко, вот, я все время, я все время смотрела влево, ну, на берег, и искала устья реки, а когда плоскость, это устья, очень трудно увидеть, и когда ты в полутора-двух километрах от берега, еще ветер, и не знаешь, куда идти, я еще не дошла, и когда первый раз вот этот отлив пошел, это просто ужас такой, вода просто как в фильме, и убегает, и я хватаю каяк, я понимаю, что если я сейчас вот останусь, на 12 часов вот тут остаться, не весело, до следующего, да, отлива, прилива, то есть, и я схватила каяк, и побежала к воде, туда, где много воды, я бегу, значит, изо всех сил, тащу каяк, не жалею дно, ну, какой там уже, о дне не думаешь, ну, еще вещей-то много было, ну, еды много было, то есть, у меня, наверное, на старте было порядка 40 плюс, то есть, ну, 43, может, 45, ну, все вместе, то есть, у меня снаряжение 20, продуктов, у меня было отдельно продукты, которые я, ну, неприкосновенный запас, вот в одном мешке, кстати, его здесь нет, а, он остался с лодкой, то есть, я в одну ходку снаряжение и продукты для первой части путешествия, а на вторую ходку у меня лодка, и она приперта вот этим мешком, который у меня, в котором неприкосновенно лежит запас продовольствия, на вторую, третью часть путешествия, то есть, мне главное дойти до гор, там я уже, как бы, кидаю все лишнее и уже иду в одну ходку, а пока я иду до гор, я, вроде бы, как я, отдыхаю у меня сколько угодно продуктов, но этот отдых с меня с этими продуктами сразу стал не в радость, потому что мне пришлось, значит, сначала, да, я убежала от воды, отступающей, убежала туда, ну, в Мористе, и, а в Мористе гребешь, а так страшно, потому что волна высокая, но там все равно мелко, и вот все время приходится балансировать, как бы, не сесть на мель и не быть, значит, залитой этими волнами, плюс ветер отжимной, и все время туда смотришь, а там волна, и тебя, да, сейчас туда унесет, и что будет, ужасно, в общем, и в какой-то момент мне просто стало страшно, и я еще не понимала, на самом деле, может быть, уже здесь это гусиха, и, в общем, ну, настолько неприятно, я вот не люблю такую ситуацию, в общем, я прыгнула на все, и уже к берегу побежала, и в две ходки мне пришлось вот километра полтора тащиться до берега, сначала в одну, в другую, и когда я вышла на берег, и я не понимаю, где я вообще нахожусь, и вот тут-то у меня заклаживалось подозрение, а вдруг вот в этой бесовой штучке есть ли что-то такое, что поможет мне определиться, но я не смогла, значит, даже если у меня там были какие-то координаты, у меня не было все равно сетки на карте, ну, в общем, я думаю, что делать, что делать, подать смс-ку Нина, где я, Нина, это моя подруга, арентировщица, она поймет, она была на связи, думаю, нет, нет, нельзя, ладно, начало пути, я уже не знаю, где нахожусь, вообще глупо, конечно, ну, ладно, думаю, сейчас определюсь, ну, пошла, конечно, стала определяться, но на самом деле, а, это вот я еще, вот, Устье-Гусихе, вот у меня, это я думаю, когда же я войду в карту-то, наконец, а здесь только проток, а мне еще что-то местное сказали, а там еще будет сначала ледовушка, вот, вот эта ледовушка, а эту карту я в Атласову перечисовала, как же я потом пожалела, что это сервис не сделала, а ведь было в поселке, то есть мне можно было уходить по первой протоке, и вот я нахожу протоку, и думаю, а вдруг это она, и я, в общем, там по тундре по этой ходила, но, в общем, все это было не оно, протоки уходили не туда, и, в общем, короче говоря, я добиралась вот до этого Устье-Гусихе 5 дней, 5 дней, можете себе представить, 50 километров, ну, из этих 5 дней, 2 дня, я пережидала непогоду, там, конечно, вот первый день, да, такое солнышко, там все как хорошо, и второй день вроде ничего, а третий день как подуло, вот, и я, сидела в палатке, и причем, там палатку особо не приваливаешь, ко мне это нету, и ветер его поднимает, пола у меня нету, ну, есть обшлага, я там каким-то плавником-то ее привалила, а все равно ее вот такие отливы, что делать, дойду я там высочелюски, ну, в общем, ну, еще в начале, там, клизмонтизация, спать хочется, то спишь, что не спишь, а, и все время, да, и там получилось, что этот прилив-отлив, он на, ну, то есть большой прилив, он вечером идет, где-то в 11 вечера, вот, и я, значит, смотрю, прилив идет, ну, волна такая, не, не пойду, ну, ладно, сплю там, на следующий день, на следующий день я пошла, думаю, ну, сейчас-то я уж точно дойду, ничего подобного, значит, и на следующий день я тоже не дошла, а, а, потом, ну, это я, потом я попала в ливень, такой, что, ну, просто, короче говоря, я побоялась, я даже карту не могла, у меня карты все, ну, бумажные, бумажные карты, они у меня в пакетах, полиэтиленовых, ну, я люблю так просто пользоваться, если их ламинировать, они такие становятся жесткие, режут другие вещи, этим ламинатом, ну, не важно, короче говоря, я вот там пока, у меня была непогода, я подумала, елки-палки, у меня, у меня вообще был дубль карт, а вот одной карты, где вот волоки такие, у меня не было дубляжа, я думаю, дай-ка я нарисую на всякий случай, шпаргалочку себе, если замокнет там одна карта, то у меня будет рисованная, но все нормально, не замокла, ну, вот у меня было два котелка основных, это вот такой, вот этот литровый котелок примерно, я в нем муху варила, когда была рыба, а так обычно я маленьком, у меня еще, ну, там будут еще фотографии, ну, вот, но потом все-таки погода, как бы, более-менее наступила, и я поплыла, и получилось, что мне надо было следующий мыс обогнуть, я-то думала, что в моем, как бы, заливе, вот там моя река, а там еще, там высоких мест нету, не посмотришь, вот, и ночью, это я полночь плыву, и вот такое солнце, в общем, конечно, красота, ну, вот смотришь, втыкаешь палку, смотришь прилив, отлив, ну, как бы, ну, все, и вот потом была такая дождливая погода, мало ветра, и как я в этих протоках, я не знаю, не заблудилась, там плавала и вправо, и влево, ну, в общем, вошла я в это, пусть и гусихи, а дальше думаю, ну, все отлично, уже дальше-то чего, там, против течения, ну, здесь тоже еще внизу, вы эти приливы, отливы меня доставали, ну, они еще километров пять, и получается так, что там надо идти всегда ловить погоду, то есть, если есть погода, вот мне там спать хочется, нет, нельзя, вот, этой ночью я вот, до этого там сколько боролась, под этим ливнем, там, с этими протоками, с холодной водой, там, прилив, отлив тоже убегала, в этих протоках, таскала лодку, вот, но стоит погода, я ночью пошла по этой гусихе вверх, а там, я знала, вверху должна быть где-то избушка, а там действительно, гуси, они прям, а прятаться-то негде, там же нет кустарников, и они прям вот так вот, просто они нагнулись, как бы даже глаза не закрывают, но им кажется, что они, я их не вижу, а их, конечно же, видно, потом смотрю, о, чуть закопаны сено, стоги какие-то, а потом смотрю, да это же эти овцебыки, и вот я когда их увидела, это ночью, вот, когда я уже вот в эту гусь, я подумала, да даже ради этих овцебыков уже стоило сюда прийти, что вот, то есть мне таймер как бы сделал такой подарок, то есть пять дней меня мурыжил, вот в этой непогоде, в этих приливах, мне там по няше приходилось идти, я как-то два, ну то есть мне можно было плыть часа два всего, потому что только на пике прилива можно было плыть, а как он начинается отлить сразу, вот как золушка в 12 часов ночи сейчас вот в тыкву превратится, я так же, значит, все бросаю, ой-ой-ой-ой, так страшно, потому что ноги засасывает, и мне приходилось к берегу, вот я опираясь только на лодку, могла дойти, выйти вообще на берег, и все вот это засасывает, это, конечно, я там ничего не снимала, ну вот, и тут такое, такое счастье, и на фоне гор, вот эти овцебыки, целое стадо, овцебычатки, ну красота, вот, и тут еще изба вообще, ну, ну, это была изба, как, конечно, балок, тепло было, солнце, ну я просто в ней остановилась, ну потому что время, и почему бы нет, ну так, для экзотики, хотя бы в этой ночи спокойно, можно было, конечно, спать на улице, ну хотя бы вот, ночью плюс 3, а днем было 17, ну, когда вот я выплывала из Хаданги, тоже было где-то плюс 5, наверное, ну то есть там такая, ниже 10 все-таки температура, но временами, вот эта куропатчая травка цветет, дриада, вот лето в полном разгаре, и я подумала, ну все, вот эта непогода стояла, сейчас начнется погода, как бы так, как бы не так, и вот на Чукотке, там обычно, ну не погода, а потом неделя погода стоит, а здесь вот как-то на Таймыре было не так, то есть ни погода, ни погода, ни погода, потом лучше на денек, а потом опять ни погода, а после ни погоды, ни погоды, может быть еще хуже ни погода, то есть не то, что там вот погода, ни погода, погода, ничего подобного, то есть там ужас какой-то, у меня было, я потом посчитала, у меня было 11 дней ни погоды, которые я просто пережидала, А еще было несколько дней, когда мне просто в непогоду приходилось идти, потому что выхода не было. Ну, на самом деле говорили, что лето холодное было в этом году. Ну, тоже как повезет. Ну, вот, и в общем, по Гусихе можно было, в принципе, подниматься, но она тут такие петли делает, и подниматься в озеро Портнягина прямо по Гусихе. Но я не люблю по широким рекам, и я решила, буду подниматься по реке Поперечной. Она как бы срезает, а потом мне еще сказали, о, да ты на Сопщинном, там обязательно людей встретишь. Там наверняка стоят, мне вот эти местные сказали. И я думаю, ну, еще вот так через Сопщинное, а здесь вот уже, а, вот сюда выйду и сплавлюсь до Портнягина. То есть пойду бичевой по маленькой речке. Ну, вот это река Гусиха. Вот такие там вокруг либо протоки, либо озера, тундра. И интересные вот эти бугры вспучивания, проявления вечной мерзлоты, такие необычные. И вся земля там такая неровная, бугристая, растресканная. Очень трудно находить хорошее место для стоянки. Это кулик, этот, краснозобик. Вот там две птицы, которые они скрашивают и поют. Вот это ки-и-ли-и, кричит. И это тулес. Или золотистая ржанка. Ну, то есть вот два кулика, которые там кричат все время. И чувствую, что ты не один Ну и гуси, конечно, гусей очень много Вот, ну, чуть-чуть я грибла Профис течения просто на веслах А дальше пришлось идти уже бичевой То есть, ну, две веревки, нос корма И все, идешь вперед Да, и началось такое, что Иду-иду, бабах, по колено проваливаюсь Очень интересно, то есть, как будто зыбучие пески Вот такую почву я тоже не встречала на Чукотке То есть, вроде, вот у тебя Твердое, под ногами Что-то твердое, а нет, раз И ты проваливаешься, это вот просто бельк реки Так неожиданно Вот, то есть, чтобы поставить Вот у меня такой баллон был Газовый, чтобы его поставить Я просто резала в дерне Дырку, ну, дерн Срезала круг, вырывала Дальше земля, дерн там, ну, не знаю Сантиметров там 10 максимум Да меньше даже А дальше все, уже земля начинается И причем там вот Первые три недели я ходила только в сапогах Хотя у меня были ботинки Даже на стоянках я не могла ничего переодеть Ну, потому что везде вязкая земля То есть, кажется, она сухая И, ну, не то, что сухая Ну, вроде как, место не болотистое А чуть походишь И как-то начинает Чапкать И холодно, холодно очень То есть, вот в отличие от Чукотки Тоже вот чувствуется прям Вечная мерзлота очень близко Ну, на самом деле, это уже Это все за 72-м градусом Северной широты А на Чукотке Самый северный мыс Там, наверное, только на 72-м То есть, это реально Холодная местность очень Вот И это чувствуешь, как вот этот холод От земли идет А это окаменевшие деревья Встречаются прям Идешь вот так вот Раз, валяется кусок дерева А он тяжелый, как камень Ну, вот, когда камни начались Я так обрадовалась А то я думала, сейчас камней не будет Но потом Ну, бывает тундра, что и нет камней А нет камней, это значит Мне палатку не привалить Как следует А не привалить палатку Это вот непогода, ветер И все очень страшно Очень извилистая была речка Долго я понесла И потом уже подумала Надо идти напрямую И один раз ко мне стадо А в Цубок Да, кстати У меня потом даже рефлекс выработался Когда я выглядываю из палатки Когда я выглядываю из палатки Когда я выглядываю из палатки Я, значит, смотрю влево Право Нет ли никого Потому что они на самом деле Еще любопытные Вот И они встречаются Либо стадами Либо одиночные Ну, иногда двое Но одиночные Такие старые, пожилые Такие Мощные Солидные очень Ну, уже видно Они как бы Их изгнали из стада Или не знаю Ну, они такие Ходят поодиночке И вот они тоже, бывает, подходят И вот этот стад на меня идет Я не знаю, что делать У меня палатка стоит Я не знаю, убирать палатку Или лучше в палатке спрятаться А они медленно идут А мне надо быстрее идти Ну, в общем, думаю Не, ладно Успела собрать палатку А они вроде тоже отошли А вот эта кассиопия На самом деле Вот ее и обцебуки любят На ней пастись Спать на ней Вот где тундра кассиопийная Вот такая Она более жесткая Более сухая И я старалась ставить палатку Именно на таком месте Ну, выискивать такие пятнышки Но иногда, чтобы их выискивать Там надо пройти Очень долго Ну, следы овцебыков Они там везде И шерсть овцебыков Вот шерсть овцебыков Это что-то Я когда сначала ее видела Думала, ой, какая редкость Потом ее стала собирать Маленькими клочками А потом она уже стала Я потом уже набила В общем, вот она вот такая Вообще Вот такие вот Валяются прям вообще И она теплая Это потом я уже узнала Она называется там Дивиуд По-местному И она в 8 раз теплее Чем шерсть баранов Например В 8 раз И чего не связали? Еще пока нет Вот надо мне этим заняться Попросить кого-нибудь Я еще не знаю, как спрести Надо сначала спрести пряжу А потом уже связать Мне уже другие свитера Уже из яка связали А он в 6 раз теплее А это в 8 раз Чем баран Вот Ну и против течения Конечно, идти очень тяжело Тут я тоже, конечно, лодку Сильно покоробила дно Ну, приходилось тягать И по камням На самом деле Бичевой Не всегда хорошо идти Рыба не ловилась На самом деле У меня была рыба Поэтому я сильно не пыталась поймать Мне же с собой дали еще рыбу Это краснозобая казарка Там они гнездятся Это краснокнижный вид В общем, там гуси в основном белолобые И вот краснозобые казарки Вот я смотрю, смотрю Все петляет и петляет Это мытник По-моему, шерстистый Тоже очень красивый И в одном месте я нашла палочку Думаю Ну, и вот маленькие тоже щепочки собирала Думаю, надо костерок сделать где-нибудь Но много не соберешь А вот случилось страшное Я поставила камеру на камень Здесь снимала И ба-бах И камера упала в воду И я только помню Как в замедленной съемке Я, значит, отключила этот Главное отключить аккумулятор Пока он не сильно намок И, в общем, все В объективе вода Из нее течет Я думаю, боже мой Начало путешествия Камера замокла Чего вообще делать? А у меня еще вначале так тяжело было Что, ну, какие-то такие были Пессимистические мысли Проскакивали, когда не выспишься там Вот И думаю, елки-палки, что делать? Значит А хорошо, у меня были ушные палочки И вот я ее сушила Ну, первые полчаса у меня было А потом пошел дождь Но я ее уже досушила до такой кондиции За эти полчаса То есть я ее все время промокала, промокала Отвинчивала, промокала Вот И я ее убрала И дальше все Пошла морось И вот началась непогода Пыталась я снимать Думаю, ну, может, она высохла Открываю, значит, включаю Она с таким Скрежетом И что-то там пищит Думаю, ну, все, привет Я думаю, что делать? И тут я вспомнила вот про эту штучку Опять думаю, елки-палки Вот эта штучка Вот если бы ее не было Никаких бы мыслей не было Потусторонних А тут думаешь, у тебя есть такая штучка И сейчас тебе камеру пришлют А мне же вот Я вспоминаю, мне ребята вот эти Мне подарили авиаторы Они говорят Ну, там, напиши Если продуктов не будет У нас есть там Свои ребята Мы тебе продукты сбросим Ну, там, в конце где-то там Ну, то есть, так сказали Я про это забыла А потом думаю Да не нужно мне продуктов Может, они мне сбросят эту Камеру Как же им сказать? Как же им А как думать? Как же сказать? А я же еще не умела На нее писать Никак В общем, думаю Так, нет, ну, просто так Сюда лететь Нет, нам найти бивень мамонта За бивнем мамонта Уже можно Чтобы прилетели Потому что И я вот все вот эти Береговые обрывы Обсматриваю Вдруг там будет бивень мамонта Ну, да, он мне не нужен Но, как бы, авиаторов пригласить Не просто мне камеру привезти Ну, и чтобы бивень мам Вот Но бивня не было Вот Ну, думаю, ладно И тут начались волоки Все, я решила Все, хватит Хватит У меня спина болит На самом деле Мне еще говорят Что-то на лодке не спала Ну, поспите на лодке Я не знаю Я не могу в таком гамаке, например, спать Это, во-первых Во-вторых, она мокрая Она в ней Ну, не знаю, насколько мне удобнее спать Мне все-таки легче спать на земле На коврике, чем в лодке Как в гамаке неуютно И если втащить под тент Там, ну, и вещи особо не разложишь Ну, в общем, не нравится мне на палатке спать Ой, на А там еще на таймыре ничего не сохнет Вроде есть ветер А все равно не сохнет Там какой-то влажный воздух То есть у меня, ну, там вкладыши в сапоге Они все время были влажные Как бы к этому привыкаешь Но главное коврик И он тоже не сохнет У меня я еще старый Ну, это ладно Протираешь портянкой вроде На Чукотке Протер портянкой Выставил на ветер И все, она быстренько высыхает Здесь ничего не высыхает Ну, какая-то вот такая влажность Ну, короче говоря Вот такая тундра И вот я пришла на следующее озеро Озеро Исаи Откуда уже, значит, дальше все Там по озерам какое-то время Ну, там еще небольшой Волок Ну, такое место Вот как здесь поставить палатку? Ну, на колышках Да, ставлю палатку на колышках Чем еще хороша моя палатка? Ну, в смысле, у меня тент А туда внутрь я ставлю палатку Если комары Или если холодные Тебе поуютнее надо У меня маленькая палатка Которая там 250 граммов весит Капроновая А тент вот такой Можно сначала Я вот сначала нахожу место Все вещи могу положить Ну, если, конечно, погода хорошая То есть я сразу же смотрю Чтобы у меня там Удобно было спать Чтобы никаких там Под этим Под плечом Никаких бугров не было Сразу Раскладываю, что куда Ставлю тент, значит Но вот на этом месте Как раз начался сильнейший ветер А, это я вот вторую ходку пошла Ночью я иду Вылетели комары Это ужас какой-то был Я думала А зря я на комарник А я на комарник-то я с собой взяла Но на вторую ходку Я не взяла на комарник Меня чуть не съели комары Я думаю, все А прихожу А на следующий день Вернее Вот Я шла там Наверное Полтора суток Как бы без сна И надо мне было Конечно, еще рывок сделать Но не смогла В общем, легла спать А просыпаюсь, все Началась непогода Такая, что гу-го То есть ветрюга Он такой Северо-востока И он Ну Получилось, что Я всегда палатку ставлю Таким образом Чтобы в торец дул А тут получилось так, что Ветер поменялся чуть-чуть Стал дуть бок И кажется, ее снесет И ничем не привалить Потому что камней нету И в общем Вот Два дня непогоды Что я пережидала Я в общем Это такие Ну, как будто Канонада все время грохочет Вот это вот Хлопает тент Потому что он все равно Ну, сильно Ну, его трудно натянуть На малом количестве колышков И были бы камни Я бы хорошо растянула И вот там Я еще очень боялась за тент То есть как бы мысли Да, я на самом деле Смогла дать смс-ку Замочила камеру Как я ее давала Эту смс-ку Это для меня было Таким подвигом Потому что Я вообще очень Ну, плохо с электронными вещами Разбираюсь А тут я смогла Разобраться сама И дала смс-ку Замочила камеру И когда я ее послала Я была так горда собой И подумала Если я такую смс-ку послала То мои друзья поймут Случилось что-то сверхъестественное Замочила камеру Значит обязательно Надо мне камеру Как-то значит Я подумала Я вот эти два слова написала И Нина все скалькурирует И все поймет И жду Когда же ответа Ответа нету И нету И нету Думаю Ну ладно Наверное Они не могут послать мне камеру Или А нет Я подумала Что я что-то неправильно сделала Вот что я подумала Потому что мне смс-ки приходят И еще мне там говорят Ой жалко Что ты не можешь ответить А я же вроде ответила А ничего не приходит Думаю Ну наверное там То ли я что-то не то заплатила То ли я как-то не туда Не на ту кнопку нажимаю И тут я расслабилась Поняла Отлично Значит я ничего не могу посылать А могу только посылать На маршруте все в порядке Или там заберите меня отсюда И на этом значит Я плюнула И забыла о нем Недели на три или на четыре Я немножко вперед забегу Ну вот наверное месяц прошел Я уже там где-то в горах И так мне напишут А кстати Как там у тебя камера Я так думаю Это уже прошел больше месяца И мне приходит такая смс Которые думают Боже мой То есть они знали Что я замочила камеру А никак не среагировали А через месяц Ну а так между делом спрашивают А кстати И кстати А не собираешься ли ты Подняться на гору ледяную То значит читатели Типа спрашивают Писатели То есть эти зрители спрашивают Ну в общем ужас какой-то А я была в таком там состоянии Какая там гора ледяная Я еще подумала Вы бы Вообще Я до этого на гору русскую зашла Там никто вообще не среагировал А тут им еще подавай ледяной Вообще Думаю Обалдели Ну в общем короче говоря Вот эти два дня непогоды Когда я просто дрожала от страха Потому что у меня тент был новый на самом деле И еще был непроверенный Поэтому я боялась что его порвет Но не порвало И в общем после этой непогоды Я не спала Потому что это ужас какой-то А еще давление такое Кстати там такое давление страшное Я вот не Ну я может быть уже стала Давление зависимое Но там это что-то ужасное Это тебя просто придавляет Ты ничего не можешь делать Как будто тебя подушкой Вот так вот по голове поколотили Очень сильно Невозможно что делать А потом А потом вот получше становится Ну короче говоря Приходилось все время Накрыто сидеть Ну лежать И во всех спальниках И ничего вообще нельзя было делать Но потом непогода прошла А камеру то я подспудно сушила В носке Еще в чем-то То есть она у меня все время сушилась Я ее там протирала И она заработала И это было такое счастье И в общем У меня сразу Я кстати еще когда она не просохла Я все равно У меня вот стоял такой выбор Идти дальше или нет То есть в принципе Я могла там повернуть Но я уже себе думала Да я дойду до озера Портнягина Там встречу людей А дальше спролагаюсь По гусихе обратно Типа и все Не надо идти Че там без камеры А потом я когда все-таки Уже сюда дошла Думаю Ну уж нет Че же я столько там мучилась На этом Зря я что ли там погибала На этом Хаттонском заливе В этих приливах Отливах Нет Все равно пойду на мысль Челюскина И когда вот я такое решение приняла Камера сразу высохла То есть Ну я честно скажу Я для себя так честно Потому что я все-таки Сначала приняла решение Что я пойду И только потом она высохла Вот так вот Ну а дальше все просто Вот озеро Исай А кстати Тут надо было пригрести Полтора километра На другой берег В принципе можно было Плыть вдоль береговой линии Но и напрямую проще На самом деле Мне что-то так страшно было Стало страшно посреди озера Но вот какие-то страхи Такие приходят Но когда я его перегребла И уже в конце Когда страшно Я начинаю считать Просто вот я думаю Ну за 400 догребу Просчитаешь 400 А берег еще не подошел Но когда я догребла Вот у меня была такая вот Полоска на горизонте белая Вот и догребу все И дальше у меня по маршрутам Мне больше нигде Нигде Не надо перегребать Большую акваторию Только по речкам Я была счастлива Наивно Если бы я знала Какие мне там еще надо будет Перегребать в результате Но не важно Тогда я очень радовалась Километр Волока И я на следующем озере Озеро Сопочное Штиль Гребу Ночью Красота Но я боюсь медведей Потому что мне говорили Да мы встречали И на озере Орлах И вот на всех вот этих Центральных озерах Ну просто там Туда Вот эти Охотники Поисковики Ну они там Бивни, мамоты ищут Бывают там люди И поэтому там Они встречают медведей Белых Они туда выходят Иногда Ну я конечно Их боялась И поэтому Любое белое Что я встречала И вот я издалека Вижу Ну там же Непонятно Белый медведь Спит Ёлки-палки Там бинокль Рассматриваю Да нет Ну маленький Потом нет Вот удостоверилась Нет Это кусочек Шкуры оленя Все нормально Марина И там плыви дальше Балки Да Вот там будут люди Для кого там не было Но там такой сюр Начну В тумане Идешь Ну конечно Это так интересно Ну не то что интересно Я не знаю Там в какое-то такое состояние Загадочное входишь Очень как-то Приятно становится Не знаю Почему Как природу поддерживают Но вот в эти Заходишь в избушки Оттуда птицы На тебя вылетают Как какие-то вот Духи живые Что-то такое Вот я зашла Эти балки посмотрела Думаю Ну вот Если бы я знала Что здесь балки И дошла бы В непогоду бы здесь сидела А потом думаю Хорошо что я была В непогоде в палатке Так я палатку Как бы узнала Что она нормальная А вот кстати Как можно подзарядить Аккумулятор А то все спрашивают Когда Нет Сейчас движок не работает Но если ты людей Встречаешь где-нибудь В тундре У них наверняка Есть движок То есть я беру с собой 10 запасных аккумуляторов И зарядку для аккумулятора От электрические розетки И А то есть Как ты гаджеты подзаряжаешь А мне так не нравится Это слово гаджеты У меня их нет Этих гаджетов Ну правда Сейчас вот этот появился Но кстати Хватил аккумулятор И он еще остался Ну потому что я редко Очень выходила на связь То есть У меня просто Ну много запасных аккумуляторов Да Все время всегда смотрю Лучше бы я на вас смотрела Как-то вот Там кстати Вот плывешь И вот эта вечная мерзлота Она оттаивает И от нее Такой запах идет Там какие-то газы Что ли Восвобождаются Такой прям И сероводород И йод Очень интересные запахи А вы узнали Что такое белый Нет не узнала Это надо анализ проводить Я у геологов спрашивала Но они так вот По картинкам Они не могли определить Холодный Я даже вот сено подстилаю Ну в общем Использую все подручные материалы А тут на берегу сена Вымывала Обычно плавник А там кустов нет Только Да Как сохнешь Сохнешь просто вот Ну Все на себе Испаряется И высыхает То есть там Там не подсушится И редко солнце выходит Следующий волок До Ну вот я собираю Шерсть овцебыков Наблюдаю разломы Тундры Там такие интересные Полигональные тундры Вот так идешь Как будто Вот как будто Это рукотворные каналы Да А это на самом деле Вот Ну такие проявления Вечной мерзлоты Вот анагдак из космоса Выглядит Полигональная тундра Дошла до ручья Болотного Это наверное было Первое прохождение Я не знала Можно по нему сплавляться Или нет Оказалось можно Вот первую ходку Я пришла Всегда выбираю так место Чтобы можно было Палатку ставить Вот здесь вот Здесь Ковер ривы Это вообще Редкость Вернулась Вроде только что Была хорошая погода Но вот это я сутки Иду не спя Как бы И опять На небе Вот это вот Циклонные облака Опять ветер подул Опять холодно Я думаю Елки-палки И опять такая Холодрыга Что Я думаю Как же На следующий день Просыпаюсь То есть вечером Я думаю Как же я пойду Встречный ветер Ветер северо-востока Ужас какой Холодно С ужасными мыслями Заснуло Вечером Смс посылала Рука тряслась От холода и страха Я вот так Надо высовывать ее Из палатки Из тента Потому что Ему нужно Чтобы открытое небо было И утром просыпаюсь А ветер на 180 поменялся Ну фантастика Думаю Мне попутный Ну надо плыть Плыву А значит Спальники снизу У меня два спальника Вниз я стерил Такой синтетический Чтобы он в себя Впитывал как бы влагу И пуховый предохраняет Вот сырости Но он не просыхает Не то что не просыхает Но он влажнеет Его надо как-то там Ну если не высохнет Как бы Бог с ним Вот Ну не страшно А пуховый у меня в таком гермомешке Еще старым чернушным Из прорезиненной С галкой еще ходили На плату Патарана В каком? В 93-м И у меня тогда еще был Чернушный гермомешок И вот Сколько ему уже До сих пор В нем не мокнет Не мокнет Мой пуховый спальник Я на нем сижу Вот Вот такая речка болотная Плыву И тут значит идет Я еще думаю Ёлки-палки Какой огромный медведь Ёлки-палки И что сейчас будет? А там бурых медведей Нет как класса Просто их там нету Потому что им нечего есть Там Да Ужасно на Таймэре То что там нету ягод Нету ягодных растений То есть там Вначале может где-то и была Может чуть-чуть брусничка А так вообще нету То есть там нельзя рассчитывать На витамины То есть просто нету Как класса Кустарничка Голубики Черники Там нет даже шикши Ну Веденики Соответственно медведям Там ничего кушать И они там не водятся А вот овцевики Пожалуйста Они травку едят И значит И он так стоит Остановился Ну вот На таком расстоянии Не так далеко Мне страшно А он вдоль Речки идет И мне туда надо Я думаю Ну ладно Я бросила каяк Ну я с ним поговорила Говорю Я иду Человек Тебя не трону Но он стоит на месте А они такие Немножко тормозные Быки Ну я оставила лодку И его обошла Пока обходила Он так ко мне Так поворачивался Тоже вот Ну Они это Так Ну не убегают Думаю Ну елки-палки А потом я как-то Скрылась и смотрю А он все-таки побежал И Ну то есть Ему нельзя было Терять достоинство Ну это как обычно И с медведями тоже То есть Надо сделать так Чтобы как бы Зверь удалился С достоинством Не надо его там Пугать Форсировать его уход Ну а потом он все-таки Побежал Даже галопом побежал Ну я обрадовалась Чуть проплыла У меня дырка Елки-палки Ну вот я Все мокро Дождь идет Как я на этой речке Где вроде камней нету А там камни Вот я познакомилась Там такие Очень Вредные камни Они очень острые И они Очень предательские Торчат там Где ты даже и не думаешь Что здесь вообще камень может быть И в общем начались у меня Проблемы с моим Кайком Ну он уже был С семнадцатого года Все-таки Я сколько ходила И начала просто Шкура вот эта Отслаиваться Ну ничего Попроклеила Пошла дальше Вышла на ночь Вот тут как раз красиво Вот это вот ночью Солнышко вдруг вышло И как верстовые столбы Сидят совы белые Ну я смотрю Значит маленькая сова Не медведь Вот И вот озеро Портнягина Ура Значит дошла Первое озеро Ну как долго я до него шла Думаю ничего себе А дальше следующая проблема Волна Казалось бы Да вот тебе водная акватория Греби себе А большая волна Думаю ну ладно Ничего Боковая В общем я скрипя сердце Ну прошла Прошла какое-то время Но причаливала я Страшно было Ну как бы На волне Дошла до балка Ну в балке не стала ночевать Ну нашла книжку А то мне читать нечего было Ну я обычно что-нибудь нахожу И нашла тут Рваная книжка Значит там была Первая повесть Там частично было вырвано А вторая повесть была Только первая часть Второй не было В результате я эту книжку Два раза прочитала Перечитала до дыр В общем А сейчас что-то у меня даже Что? Две половинки Первой Да А сейчас что-то даже Нет времени дочитать А там вот Читала Читала В длину Три полосы Ну Каяк немножко Поперек Чуть поперек Влезает Но поперек Ну в смысле По диагонали Чуть-чуть по диагонали Все-таки Или Нет На самом деле Тут три Три полотнища По 80 Трижды 8 24 Ну плюс апсиды Они же расширяются То есть Ну в самую длину Можно вытянуть До трех Да И тут начался Вылет мошки Такой что Дышать невозможно Я выбегаю Из палатки Меня Ну просто вот Такой рой Они просто на мне Роятся И мне надо меня кусать Я нужна им как субстрат То есть они на все Садятся И роятся Ну Дышать Вот можно Затухнуться Реально Но это продолжалось Это уникальное явление Я его наблюдала Но это продолжалось Буквально полчаса А потом они все сдохли Вот Отраились А я их потом А ветер Это они выбрали момент Когда не было ветра А это буквально Между двумя Вот приходами Вот это продолжалось Такой сильный Ну боковой Он все увеличивался Я плыла И вдруг Это волк Смотрю Я с ним поговорила А он такой молодой Любопытный Значит я говорю Мы с тобой одной крови Там иди своей дорогой Вон отлично Побежал куда-то За горизонт И я О хорошо Плыву дальше Плыла где-то час А потом что-то Мне какой-то предмет На берегу заинтересовало Так я говорю Смотрю А волк за мной бежит Он весь этот час За мной бежал Я тут так это Опешила немножко И вот тут я достала У меня что Вот от волков Это вообще Первый раз достала Вот эту пукалку Ну это сигнал охотника называется То есть Вот Вот то что у меня От медведей Ну вообще от всего Ракеты сигнальные Которую вот так вот Навинчиваешь И вот с этой Можно проезжать в самолете Вот И в этот раз У меня еще был вот Нашатырный спирт Ну это как Как запасная граната Потому что Ну это в крайний случай Для ближнего боя Уже Ноздрю Грубо говоря Белому медведю Если уже в палатку полезет Не А был случай Что Чукчак Я же я не просто так Что Это песец у вас был Не помогло Ну я для песца Я же Я уберегла Для большого песца Еще для песца Его тратить Нет Это Последняя Последняя граната Вот она у меня Сограла Это мне Серега Ермаков Кстати подарил Пузырек У меня еще все вещи Они как бы Ну они Мне напоминают Там что-то И вот мой котелок Все тоже У меня там Мятый Но Да Я не могу Я так к нему привыкла Может быть мы еще брали Его кстати Тоже Плат Патаран Даже 93-го года Так Это я о чем А ну вот Я после этого Зарядил эту пуколку Волки ходят Вообще А еще Почему У меня всегда местные говорят Да что волки там Это Да ерунда Волки А этот оленевод Который меня провожал Вот Алексей Попков Который из Новорыбина Он сказал Ну а в цобаке фигня Ну как вы с волками будете разбираться Я не знаю Ничего себе Первого оленевода встречаю Который говорит что-то так Про волков Ну и так забыла Когда я этого волка встретила Как не по себе стал Ну наверное Я после этого Дня два ходила С этой А потом я его опять Убрала благополучно И больше я оленевод не встречала Вот Вот встречаются Вот это был наверное Последний болок Это было на озере Портнягина Который я встретила Ну тоже там все необитаемое Старый бивень Ну здесь Кстати они там хранят лекарства И флычу Можно значит Вот аптечку Взять Развела Печку Не это Не удержалась Там дрова были Погрелась И так мне неохота было Уходить из этого волка И прям Меня там так тянуло Остаться Наверное надо было бы остаться Но я же не знала Что как раз Двое суток Сейчас будет Ветрюга страшная Я поплыла дальше Естественно Ну как же я буду оставаться в балке Если погода стоит А мне надо дальше Я хотела дойти до начала Откуда начинается Следующий волок Вот И тут Дошла я до этого места И тут Такой Ветрюга Начался Опять Вот это Спать невозможно Грохот Кононады Когда Ну здесь Камни были Камнями Привалил Ну правда В один момент Я даже подумала Нет Здесь спать невозможно Я пошла А нигде не скрыться От этого ветра Вот нет таких мест Где вот ты так Я нашла маленький пятачок Я там искала За каким-то откосиком Думаю Сейчас сюда что ли перейти Но я понимала Что на сильном ветру Я просто не смогу Тогда палатку Я его ставила Еще на начинающемся ветру В общем осталось А на следующий день Пошла против ветра Против ветра ходить Ужасно конечно Вроде Рюкзак не тяжел Ну сколько там 20 килограмм Ну 25 даже если Все равно Вот ужас Силы Ну что там говорить В общем Таймыр Что такое Почему у меня Не идет дальше Зависла Ну и дальше Я снова шла В две ходки До речки До речки Орлах Здесь так же Вот это Вечно Ну Елки-палки И тут на Волоковых озер Озерках маленьких Первый раз Я увидела Огромную стаю гусей Там вообще Видела я Стаи до этого Но здесь Они подошли Ко мне А я так Тихонько там Перекусывала И я к ним Пластунски Подползла В общем Насчитала там 500 штук То есть Ну примерно Полтысячи То есть Вот такими стаями Они Ну прячутся От хищника Не то что прячутся А ну как бы Спасаются Потому что Есть момент Когда они Становятся линными Без перьев Летать не могут И они просто Вот плавают Либо убегают Причем они бегают Так быстро И вот весь берег Это как будто Птицеферма какая-то Вот Перья валяются Везде их следы Вся травка Пощипана И все в колбасках В общем Совершенно удивительно И вот такие пейзажи Ну как бы Не очень Уныло В общем-то То есть И Вечная мерзлота Места метает Это как бы Как Как карстовые Такие провалы И гагары Там встречаются Белоклевые гагары Они так хорошо подпевают Снова дыру посадила А это Новосеверсия Или Таймырская роза Такое растение Тоже Ну Разнообразит Путь А так Ну Тундра 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 Конечно Вот И тут Был момент Когда вышло солнце Но оно правда Было в гаре Ну Был Теплый день Конец Конец августа Вот это Вот у меня Наверное Дня три было Только теплой погодой Такой что прям Можно искупаться И Я заглянула в мой гермомешок Который я вообще не трогала И увидела Что там снизу Что-то подмокло И пришлось сушить гречку Но вот Слава Бога была погода Ну снова Клею лодку И вот Прокатываю Этим Какой А ты Есть Пакрафт Не Пакрафт А Пакрафт Ну Тот Пакрафт Для такого Длительного путешествия Не подошел бы И там Но он был Экспериментальный Не Пока не подошел Не Ну там будет Переделано Просто Не знаю Быстрая вода Она должна Оттечиться Нет Там Там не Быстрая Да 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 Возможно От холода Колется Да Перепады Да Да Может быть А потом Там не везде Быстрая вода Кстати Так уж Такие Не прям реки Горные Вот Вот такие Вот они Эти камни И Они торчат Они Вот я Посадила дырку Просто Я плыла По озеру Волна была И не видно Вроде далеко От берега Опять же Там и далеко От берега Может этот камень Большой Выпирать И его не видно И Вот посадила Снова дыру А так Вот такая Маленькая речка Приток Орылах Кстати Я не думала Что здесь Буду сплавляться И поймала Здесь первую рыбу Хариуса Была конечно Счастлива Мой перекус Состоит Вот из Подсолнечного Топленого масла И сухаря И прям Где меня голод застает Там и перекусываю Воду Как бы рукой Раз Из ручья Из речки Пьешь и все А это шаг Фу Я думала шакалы Это песцы Они Издалека На холмах Они селятся И так кричат А потом Он даже не приснился А потом оказалось Что они близко Подходили ко мне А мне приснилось Что они пришли И залезли мне в палатку И прям приснилось Реально как меня Кто-то волк Или шакал Прям за ногу Хватает и тянет Я в таком ужасе Просыпаюсь Ёлки-палки Это сон Слава богу Вот Это уже следующее озеро Озеро Орлах Мне говорили О, на Орлахе Ты там прям Людей встретишь Ну опять Никого нету И вот единственное Что я нашла палочку Я думала Балок какой-нибудь Будет там Ну хочется же Погреться на самом деле Ну где-то вот Сделать костер Но кроме этого Этой палки Ничего не нашла Ну там мелкий совсем И в результате Все равно варила Уху На газу У меня было с собой 8 баллонов В результате Мне хватило 7 даже 7 на весь маршрут 53 дня Вот Ну я утром и вечером Готовила 230 миллилитров Ну вот это Стандартный Дихлофосный баллон Да Здесь я вот Попала в такую Ужасную ситуацию В тумане Мне сначала Пережидала волну Мне там надо было Против ветра плыть Потом поплыла Вроде волна утихла Но опустился туман И у меня карта Не соответствует Вот эта карта А вот эта Как на самом деле То есть Я шла Вот сюда Мне надо было попасть А на самом деле Я могла бы и здесь пройти А во-вторых Здесь на самом деле Меликов гораздо больше И вот Вот А вечером в тумане Я заплыла Аж в самую эту кишку Я думала Ну все время буду Вдоль берега плыть И буду его видеть А ничего подобного Вот это я в тумане Все не увидела Доплыла аж сюда Вылезла опять В какой-то няше Вообще Встать невозможно Палатку Ну вообще На берег выходишь И вот никогда У меня такого не было Такой ситуации Что ты выходишь На твердый Вроде бы берег А он не твердый То есть Даже на берегу Все под ногами То есть Ты шаг делаешь Тебе надо быстро Второй шаг делать Очень неприятно И еще гарь началась Такая туманная Ну я какой-то там Пятачок все-таки Прямо воды нашла Более жесткий Поставила палатку И на следующий день С утра В полутумане Таком Все-таки Я зашла в эту протоку Тоже приключение было Очень много Мысов Огибало Проблема в том Что ты далеко От берега Садишься на мель А не можешь Вылезти Потому что Под тобой Вязкое дно И я еще не знала Где же заход В эту протоку На самом деле В общем С трудом его нашла Но когда уже По протоке Все уже пошла Бичевой Радостно Вот И вот Закончилась Как бы Первая треть Первая треть Путешествия Как я долго По нее рассказываю Но она была Самая длинная На самом деле И по трудозатратам И по трудностям А потом все Я думала Что Ну дальше Все горы Ну Сначала еще Предгорь Как бы чуть-чуть Ну все равно Уже такая Почти горы Но от этого озера Озеро Кунгусалах Я уже должна была Ити в одну ходку Я думала У меня с собой было 125 миллилитров коньяка Я думала Я не буду начинать У меня будет праздник Только когда Я дойду До гор Вот до гор До гор Буранга И вот я дойду До ручей Андрея И вот только там А ручей Андрея Это как бы Ручей Который Вот Ну он потекает Из гора А для меня Это ворота в горы И я вот Когда до него дойду Вот тогда я Значит Это будет Такой настоящий рубеж То есть Здесь Это еще не рубеж Хоть первая треть Там прошла Вот Здесь такой туман был А Ну я в честь праздника Съела сгущенку То есть Сухое молоко Смешала с водой А На озере Кунгусалах Оказывается Еще не растаял лед Ну здесь я еще не знала Ну что такой туман Холодный Это вот конец августа А в дальней части озера Еще не растаял лед А здесь маленькие льдинки плавали А еще так плывешь вдоль берега Так думаешь Елки-палки Так и не причалишь Ну как всегда Верстовые столбы Совы Туман И вот я нашла маленький Все Дальше начинается уже лед Вдали Его я сначала не увидела даже То есть все С этого места Я уже пошла в одну ходку Я поняла Что дальше Я сначала Хотела еще проплыть И войти в устье реки Подниматься против течения Но поняла Что этот план не удастся И как бы начала Волок Пешую часть раньше Рюкзак думаю Все Не подниму С собой Даже оставила часть продуктов Я оставила даже часть У меня был пимикан Даже часть пимикан Оставила То есть жир с мясом Ну потому что Просто не надо было Ничего лишнего Килограмма 4 3 или 4 наверное Оставила Но сухари не поднялась Рука оставила Все сухари взяла То есть У меня баранок было На пешую часть Я взяла 6 6 упаковок По 350 граммов Это мои любимые баранки Мягкие И помимо этого Еще Еще сухари Ну сухари все взяла Потому что На самом деле Не всегда тут можно перекусить Я Обычно В обед Ну не всегда Получалось Горелку завести И Ну потому что Либо ветер Либо Ну идешь Холодно То есть По хорошему Чтобы перекусить В обед Надо ставить палатку А на это лишние силы Не хочется тратить И поэтому Просто сухарь С водой Там поешь Нормально Вот Опять вот это Дриада Ой не Дриада А Кассиопея А это Лемминг Лемминг Местный обитатель Тундровый Первый раз Вот его так увидел То есть много их не видел Это Такие Даже они не грузуны По-моему Зайцеобразные Ну не важно В общем это Основной Корм для всех Обитателей Тундры Ну как Как мышевидные Грузуны Ну обычно Перекусываясь Все нормально Я просто от ветра Рюкзак ставлю И Рядом с ним Завожу горелку И перекусываю Ну а Лодку надуваю Просто Вот гермомешком Дошла я Три дня На самом деле Я шла До ручья Предгорного Я хотела дойти До реки Худутаяму И по ней сплавляться Она течет горам То есть еще у меня Попутная река Вообще Девять раз Каяк собирала За время пути То есть у меня Было много Волок Сплав Волок Сплав Вот Но Несмотря на то Что предгорный Вот так вот Сильно петлял Я когда по этой тундре Трудно идти Вот трое суток Я шла 45 километров Примерно И мне Повезло Что была хорошая погода Я шла в ботинках Потому что Ну тяжелый еще рюкзак Чтобы там Голеностоп Лучше держала Но тундра землистая И Такая Глинистая Немножко Засасывает То есть Чуть Кочки такие Чуть в сторону Ногу ставишь Там Проваливается В общем Лучше плыть Чем идти Хотя Плыть и выписывать Все петли Когда там Ветер Тоже не очень А вот это Вечная мерзлота Она вот так вот Ну даже Это не вечная мерзлота Это Просто Пластовый лед Или жильный лед Не знаю Вот он В некоторых местах Вот так вот Выпирает А сверху Вот видно Какой слой дерна Вот такой вот Река Худута яму Плывешь по ней То То мелкая И Приходится протаскивать Иди пешком То прям Яма глубокая Бывает течение Очень разнообразное Ну Иногда Приходилось идти Вот меляки Вот я посередине реки Иду А все равно мелко И Ну Где-то засасывает Где-то Ну Вязнут ноги В общем Реки Таймыра Они вот так вот Для прохождения Не очень А берега Вот такие От вечной мерзлоты Трещины Такие Провалы Бугры И вот появились Горы Баранга Вот Я к ним подхожу А это Здесь я тоже Мамонтов искала Мне все местные жители Говорят О, если ты найдешься Нам это Координаты скинь Я конечно Ну вот Не находила Снова у меня пропор Я думаю Ёлки-палки У меня уже Кончается клей Заплатки уже кончились Ну заплатки ладно Можно из чего-то вырезать А клей Думаю Что я буду делать То есть я еще У меня впереди Еще горы И три сплава По трем рекам У меня кончился Почти кончился клей Еще такая дырка Мне не по себе Честно говоря Стало Грустно было Как-то Думаю ладно Тогда я не буду У меня же был сплав Запланирован По реке Морик Татари Вот Гнездышко Кусты Кусты Куртку 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 Когда я надела Но опасно Гора русская Более жестко Более жестко Как бы солнышко Но пока я лезла На гору Все Непогода Ну Непогода Облака И в общем Никакой вершины Я Видов с вершины Я не увидела Вершина оказалась Плоская Еще с трудом Нашла И я прям с горы Дала смс Ну А там же видно Положение Что И думаю Ну сейчас меня поздравят Я на гору И никакой реакции Думаю Ну ничего себе Думаю Ну ладно Ну потом мне сказали Что там такая карта Что и непонятно Что я на горе была Вот Ну я так Почувствовала Такое Думаю Отлично Я зашла на гору Сразу так приятно Вот такие Они платообразные Иногда горы И вот я пришла На речку Марик Татари На следующий день Думаю Не Ну как же Как же тут Не сплавляться Ее же трудно Вброд переходить И приняла решение Сплавляться Надула Лодку Сначала Так страшно было Там Я на каждом перекате Иначе вылезала Ее там проводила Только бы Только бы Это Не повредить Но Ну камни Скользкие Там Большие Я поняла Что если я буду бояться То я не успела И я думаю А Села В общем С болью Ну Как бы Скрипя сердце По всем этим камням Там пропрыгала Но ничего Не порвалась В общем У меня за этот Сплав Ни одной заплатки И я была Счастливее всех Ну еще рыбу Тут поймала В общем 25 километров За день Классно Искала И все В общем Я была очень довольна Счастлива Что прошла По этой речке Марик-Татари Потом У меня Значит был вариант Вот так идти Но я решила срезать Ну конечно правильно Сделала И перевалила Уже на речку Ледниковую Такие Такая тундра И речка Ледниковая Она уже течет С самых высоких гор Вот Одних из самых высоких Этих Барангов Но тут Начала прибывать вода То есть Сначала я еще шла И Ну самая проблема Это переходить брод То есть Если можно переходить брод То можно вверх по реке А если в брод нельзя переходить Это надо лодку надувать А это уже Ну Дополнительное время Я первый день Ну такая морозь была Временами Я спешила Насколько можно Выше подняться И у меня было Три брода Так на пределе Ну вроде ничего Получалось Тут уже и скалы красивые Ну единственное Все Такая морозь Непогода И Вечером я встала В таком месте Что Рядом была сухая протока Практически Потому что я не люблю Когда рядом Ревет Ревет речка А утром просыпаюсь А эта протока Все уже водой заполнена Сильно И ревет То есть я проснулась От того что Ну как будто рядом Поезд мчится Ну все Вода прибыла Что делать Ну понятно Что будет что-то Не очень хорошо Ну дошла до первого прижима Где нельзя обойти И поняла Что придется Надувать лодку И дальше я уже шла Переходила Переплывала вброд Ну не вброд Ну как Форсировала реку На лодке И лодку мне приходилось Тащить за собой И вот в этот вечер И мне значит приходит СМС Что ну а ты там На гору ледяную Не собираешься Я думаю Ничего себе Чтобы подняться На гору ледяную У меня еще вот в таком Вот в таком темпе Значит Таща лодку за собой Рюкзак Это надо идти Еще там километров Тридцать вверх По этой реке ледниковой Отклонясь от маршрута Там сделать восхождение Потом вернуться То есть я думаю Нет Это я конечно Отклоняться от маршрута Не буду Да тут у меня уже кончилось Я на первое время Брала витамин Просто ягоды С сахаром Перетертые И тут они у меня уже кончились Я вспомнила Что здесь же Вот мы такой На платку тарана ели Мы его Кислик Щевелек Как бы такой Ну это кисличник На самом деле Ну в общем Это витамин С Он круглые листики Такие Вот И он мне заменил Вот Недостаток витамина С Стало его есть Потому что Ну Чувствуется Можно там Заболеть Усталость Вот это Высокие горы Туда если пойти То можно прийти дальше Горель ледниковой Ледяная гора 1119 метров Ну а я сворачиваю На ручей На боковой ручей Ручей седой Вот И по нему уже В его верховьях Там лежит перевал На реку Жданово Куда я все Наконец-то Мечтаю попасть И здесь опять Начинается непогода А я уже Я уже опаздываю То есть ну К ледоколу еще не опаздываю Но Дыхание зимы Прям уже прям приближается Ну как бы Холодней становится Птичка ко мне прилетела Прыгала по палатке Много было Значит Путей как перевалить Я сначала думала Пойду вот так Как-то А потом думаю А что я буду В высокие горы лезть И решила вообще Все вот так вот обойти И прийти вот На реку Левую Жданово Так и сделала Причем мне пришлось Выходить даже в морость То есть я сутки Пережидала Потом думаю Уже невозможно Пережидать Пошла под моростью Оленей первый раз Увидела Кстати До этого не было оленей Ну Под моростью Все хорошо Но Плохо то Что если ты за день Намакаешь Ну Тебе не высушится И следующая ночевка Уже будет тяжелая Это ягель Очень много там Вот И здесь На перевале У меня была Первый раз Я Ну У меня уже Я не могла Перекусывать Ну Холодно Просто водой Там и сухарем Хочется горячее Ну уже сухарей не было Баранки Хочется побольше съесть Короче говоря Я перекусывала Под проливным дождем Просто вот так вот Накрыв горелку Своим телом Грубо говоря И причем У меня руки Все уже покраснели Но я понимала Что Ну Там резинка На флагах Этого Гидрокуртка У меня хорошая Она не промокает Но руки мокрые И все мокрое Ну в смысле Капает И вот Я Удалось Кипятить воду Чай И вот она меня спасла Что я в себя Горячее залила Потому что Ну как бы Вообще Ситуация конечно Неправильная Нельзя ходить там В морозь В холодном При холодном ветре Но я Как бы умею Чувствовать свою Ну где вот эта Грань наступает Когда уже все Вот может Наступить стенка Ну то есть Когда уже полная Ну как бы Вот этот Голод Углеводов не хватает И Где вот эта Грань холода И я поняла Что мне обязательно Надо скипятить И я под проливным Дождем Скипятила Скипел Чай Выпила Горячий чай Очень было трудно Еще ты развязываешь Гермешок Туда льется Все это Надо достать Эту баранку Чтобы все остальное Не замокло В общем перекусила За грехом пополам И поняла Что все Сейчас вот Через 20 минут Приходит сила И я перейду Перевал И так и было И перешла перевал И как раз И дождь кончился И ручьи потекли В нужную сторону В общем перевалило Счастье Спускаюсь Но место конечно не очень Все опять мокрое Еще сутки пережидала А я уже на слиянии Двух ручьев Вернее даже там Еще один впадает Я думала может отсюда Уже сплавляться Да нет Какой там Но это вот истоки реки Жданово Еще 8 километров Не остается до реки Жданово И на следующий день Хоть идет дождь Я думаю Ну как дождь морось Я думаю Я все таки еще в горах Сейчас спущусь Выйду из горы И из облаков И будет лучше Первый раз нашла там грибы Типа груздей какие-то В общем Дошла я на следующий день Несмотря на то Что не погода все таки До слияния рек Рек Левая Жданово и Жданово Стрелка очень красивая Первым делом Ловить рыбу Есть хочется уже так Что без Как бы белковой подпитки Ну что у меня там Я же посчитала Когда я оставляла Пимикан Я посчитала Тридцать ложек Когда перевели Три Вот Ну Красоты были Здесь у меня Начался ветер И дождь Но ветер был попутный Это был плюс Холодно было Но Ветер подгонял И Я плыла И думала Я вот пока не поймаю рыбу Дальше Я как бы Впрок не ловила Хариусов Думаю Поймаю Потом еще И поймала красную Кидала Кидала Я тут Там еще Река Жданово Там не везде Тоже вот так вот Поймаешь То есть Надо найти где-то Где Поглубже Местечко И вот здесь Вот счастье Мне улыбнулось И только я эту рыбу Поймала Я тут же Вылезла Ну не тут же На первом же месте Я вылезла Поставила палатку Думаю Ладно я потрачу силы На то Чтобы лишний раз Палатку поставить Она еще икряная была Рыба И я посолила икру Значит Наварила уху Поела И пришла в себя То есть Много красной рыбы Жирной Она вот как-то Восстанавливает После этого Вот весь сплав Я ела только Сплав по реке Жданово Ела только Этого гольца И даже Крупу не ела И в один день Я проплыла 50 километров И Получилось так Что не перекусывала ни разу Вот у меня был рекорд Прохождения 50 километров На самом деле Я когда планировала заранее Я думала Ну сплав По реке Жданово Надо недельку плыть Там ловить Ну ладно Потом думаю Ну ладно Хоть 5 дней В результате Я за 3 дня Я проплыла Потому что уже Ну просто Уже началась Некоторая гонка Скажем так Потому что Вот это непогода Которая В любой момент Уже может и снегом Разразиться И все такое И ветер Хоть попутный Значит надо ловить То есть Это Попутный ветер Это нормально Вот Ну когда Река то петля Это если там петля И Жданово Еще ничего Хорошая речка Она такая Быстрая И А потом я смотрю По карте Елки-палки Там каньон Вроде Вроде я смотрела По горизонталям Не должно быть порога А потом смотрю Там что-то Что-то не то Скалы красивые Значит Короче говоря Я поняла Что там могут быть Может быть что-то И Глядя на карту Я поняла Что я могу начать Волок На 20 километров раньше Переход на Гольцово Он будет равнозначным Но я Не буду Соваться в этот каньон И Получилось что Вот я эти 50 километров Проплыла И как раз До самого начала Волока Ну это очень полезно Как бы вечером Ты сразу знаешь Что на следующий день Уже Ну не надо Перепаковываться Потому что Если полдня сплава Это потом Снова перепаковка И лодка мокрая Так она может Подвялиться за ночь Но Так как я Вот этот Рывок дала На 50 километров На следующий день Мне все равно Пришлось сделать дневку Да и Ну опять же Ветер Холод И я Сутки все-таки Восстанавливалась То есть Ну уже стала Накапливаться Усталость Вот к этому Времени Я сколько 43 дня Не встречала Людей Вот И на следующий день Вот у меня Переход По На речку Гольцово Да Здесь я уже Под себя все стелила Ну я всегда все стелила То есть Я же Я сплю Да Холод чувствуется Я же сплю На том же коврике На котором плыву Ну она в лодке И он не успевал Просохнуть Поэтому я все Спа-жилеты Я уже Шерсть овцебыков Я клала У меня к этому времени Уже я набрала Я потом взвесила 650 граммов То есть Я в пакеты Складывала И под колени Под бедра Ну то есть Под те места Где холодно Перекладывала Ну вот И пошла Все-таки в непогоду Там такой рельеф Что трудно Трудно ориентироваться Там компас Еще шалит На самом деле Потому что На севере Ну просто В северных Приполярных областях Он плохо работает Все Там уже Можно сказать Арктическая пустыня Началась То есть Там Один Мох Там кусочки Куртинки Злаков И Не было вообще Никаких ориентиров Я шла в тумане По прибору Это было так Не очень хорошо А потом все-таки Я попала В нужный мне распадок Ну как-то Сориентировалась Ну я не знаю Интуиция Профессионализм Что-то сработало И в общем я была Очень счастлива Просто там Не в тот распадок Попадешь Не туда выйдешь Ну когда Как бы очень Рельеф Не резко Расчлененный Трудно Ориентироваться И вот По ручью Идешь По камням По воде Потом Бабах Попал Вообще в каньон А мне из него Вылезать надо Ну вроде по карте Должен был быть выход Ну вылезла И вот так я увидела Озеро Трех Сестер А мне про это озеро Ведь еще тоже говорили И тот же Алексей Попков О на озере Трех Сестер Там люди будут Ну так как мне уже там До этого сколько раз Говорили будут люди Нигде их не были То я уже просто Ну я настолько уже поняла Что людей я не встречу Дом из Челюскина Где есть метеостанция Точно И я совершенно Не то что расслабилась Но уже вошла В какое-то такое Медитативное состояние У меня уже было Ну все равно Встречу не встречу И здесь я увидела Болок И думаю О Болок Только бы там была книжка Я потому что Уже все прочитала Ну книжка и печка Ну да Как бы мечтала И прихожу А Болок был Совершенно Ну раздолбанный Ничего там не было Ну смотрю Бинокль А на другой стороне Озеро-то Ооо Да там целый лагерь Да точно жилой Ничего себе А я до этого Уже столько прошла Ну вообще сел не было И в общем Последние два километра Я еле дошла Я даже по пути уже Даже вот Вот я понимаю Вот люди Но у меня уже даже Вот Ну эмоций как-то не было Не знаю Вот может от усталости Мне уже Ну не то что все равно А очень спокойно Я ко всему так спокойно Относилась И вот вообще Будут люди Не будут Дойти Не дойти Потом думаю Ну ладно Ну люди Ну как же так Люди Ну как же не дойти Ну ладно Два километра Уже дойду В общем дошла Вот И люди оказались Там даже Вот повар Марина Это геологи Так повар Марина Меня узнала Она как-то Смотрела фильмы В общем встретили меня Великолепно Там и баня Все у них И главное Мне до этого Снился сон Мне снился пироги И арбуз Вот не знаю Почему мне хотелось Пирогов и арбуз И вот я перехожу И первое что там есть Это пироги Причем они их уже не едят Там пироги С красной рыбой Там красной рыбы Говорить нельзя Вот Ну Как бы можно Для там Таких-то нужд Вот И они уже Всему Всем этим так обелись И вот огромный пирог Я говорю А можно Да конечно ешь В общем Первое что я там увидела Это пирог Меня накормили Вот этот начальник Очень хороший Вот И он Они когда узнали Что у меня ничего нет От медведя Он мне подарил трубу Я еще сначала думала Что он Меня Они меня разыгрывают Я кстати Я эту трубу Где-то дома Не дома А где-то потеряла Уже Я привезла в Москву Я принесла сюда Так вот Мне подарили Такую Она потом будет на фотографии Такой клаксон Вот И в нее дуешь И Ну Такой звук Автомобильный Такой гудок резкий Я говорю Что правда помогает Они говорят Да От медведей Реально А потом мне еще маленький Подарили Такой Ну как Вот такой еще Как бы у меня была Основная труба И запасная Они говорят Да Помогают от зверей И я после этого У меня еще Ну такая большая уверенность Появилась Что белые медведи Не страшны Вот 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 это повар Марина А это местный Это Саша Танкист Он как раз Из поселка Новорывное Он Вездеходчик Вот И я там поймала Трех гольцов В озере И мне вот этих гольцов Как раз хватило Я их там нажарила И мне хватило На весь сплав По реке Гольцовой То есть на реке Дальше я не ловила рыбу Вот И двое суток Я там пережидала И там как раз Была непогода И Ветрюга Был обалденный То есть очень хорошо Что я их очень вовремя Встретила А дальше вот Началась Еще мне Саша сказал Ну Дня три Постоит Там типа Как местный Там у него Все спрашивали Да Дня три Должно постоять Но я уже сама думала Что да После таких ветров Должно немножко постоять Погода И сначала я думала Что ну что там Сто километров По реке Гольцовой Я сейчас марш-бросок Устрою Ну что такое Сейчас за сутки Прогребую Такая На самом деле Я там с геологами Еще в маршрут сходила И в общем Я там с одной стороны Отдохнула А с другой стороны У меня была Оказывается такая Эмоциональная Ну в общем И усталость была И не смогла Конечно я пройти Эти сто километров Меня потянуло в сон И я стала Стала на стоянку Ну это еще Первый вечер Когда еще не было Ветра Вот такой полосатый Там синее такое Местами синяя вода Вот какие-то Непонятные там Ну может быть Медные Выходы медиа Еще чего-то Вот И на следующий день Начался ветер Я все-таки Вот не смогла Тут думала Буду день и ночь Плыть пока Не доплыву До Низоев А еще мне сказали Елочь там Низоев Ты там Там встретишь Перевол базу Балки И мне так Начальник Он так вот Понимает Он так У меня рука Пожала Марина говорит Если будет Будет тяжко Говорит Там от базы Там идет Вездеходный след Иди по нему Там не дальше 40 километров И там Еще одна Наша база Если что Мы тебя На вертолете Отправим Они же меня И здесь Предлагали Отправить К ним вертолет Должен был прилететь Ну какой Какой вертолет Когда у меня Там осталась Гольцовая Сереблянка И все Я в дамках Ну вот И тут Началась Началась Волна Ветер Холод Я Два дня Плыла Ну Против И снег Еще пошел Это Бим Мамонт Я нашла Но он был Такой старый Нет Я имею ввиду Что он Есть Такие Хорошо Сохран Хорошо Сохранившиеся А есть Такие Потрескавшиеся Как бы Ну Они не ценятся Да И видно Его кто-то выбросил Потому что Он просто так Валялся Не то что там Торчал Ну или да Вот И такие берега Нигде не встанешь Тут реально Еще не найдешь Места Где встать В общем И двое суток Вот я еще грибла Причем Тоже тут Неправильно определилась А вот это место Пятачок Это вот я Его нашла Просто вот Кажется Вот что там место А такое место найти На берегу речки Ну то есть Там есть где-то На галичнике Но я не встаю На галичнике Там тоже Ну Да тут и галичников Почти не было Вот такие грязные Какие-то берега А здесь гуси спали И вот то есть Где гусиное место Это значит хорошо И именно В таких местах Где река Где какой-то ручей Впадает И там есть Такие терраски А так Весь берег Такой изрытый И высокий И снег уже пошел И холодно И тут я Нашла такую деревяшку Одну Какую-то вешку Из него костер развела Да Я уже на руки У меня носки Перчатки Все это промокает Ну Главное Чтобы вот эти Высушить То что на руки Я уже Носки старые Набила шерсть Овцебыков Это у меня стали Очень хорошие варежки Только так грибла Но холод реально Вот там Ну Снег идет Ну Кажется у нас Ну что такое там Ну ноль градусов Ну минус два А там Когда уже Ну уже утомленый организм Уже вот И эти просторы Продуваемые Это конечно И вот эти Сюралистические картины Вот как Как сталкер в зоне Вот Это старая буровая Как мне сказали Я там все тоже обыскала А что еще Да не знаю Просто Это как разнообразие На пути А может что найдешь Интересные там Книжки старые Тут свитер Опять нашла Ну не взяла Мне кстати Марина мне подарила штаны Я бы без них погибла Они мне хотели еще Куртку сучить Я говорю Не куртку не возьму Ну потому что У меня все по минимуму Ну тащить лишнее Ну конечно Если у меня была еще куртка Или две куртки Было бы совсем хорошо Но все тащить Надо запаковывать Там и все такое Я думаю Здесь в балке Может будет эта печка Но ничего там не было Ну вернее Все было недействующее Места мне приходилось Ну такой сильный ветер Ну там конечно не снимаешь И приходилось по берегу Просто идти тащить лодку за собой А перекусывала я там Где подветренные берега Иногда бывали И под вечер я все-таки думаю Ну надо мне дойти В этот вечер я точно дойду И вот на третий день Вечером я дошла До устья Гольцовой Причем Мне все мерещится Ну там же Там волки А вдруг на перевал базы Кто-то приедет И я чувствую Что-то гудит А это Я думаю Ой это генератор работает Потом плыву еще километра два Он все работает Думаю Ну нет Ну не может так далеко Наверное это шум Шум прибоя С залива Терезы Клавенес Там же рядом Падает море Лаптевых Все уже там И там волна гуляет А волну далеко слышно Я когда и Портнягина приплывала Там волну далеко Как вот она бьется А это оказался порог То есть вот первый порог На реке вот такой Вообще неожиданно То есть вроде как Не должно быть речка А там вот в каньоне Начались пороги А вот это та самая Перевал базы Который я На самом деле Это не перевал базы Какие-то контейнеры Но я его первую увидела А в каньоне уже начались пороги Все надо вылезать Ставить Я уже Темные ночи начинаются До этого Это уже Были белые А тут резко начинает Ну не то что темнеть Но уже смеркаться И ночью все Уже пошел снег Вот Я успела палатку поставить Еще не засыпала снегом И тут на меня вечером Напало такое оцепенение Это Там была луна Такое освещение Необычное И вот Снег кружится Почти безветренно И на тундру ложится И заметает И заметает И заметает А вы представляете После сплава У меня вот все Ну я плыву в гидроштанах Гидрокуртки Вроде все сухое Но внизу все равно Все отсыревает И вот я сложила Под тендом Там все это Складываешь Все это Мокрое там Гидро Все вот так Какие-то углы Складываешь Ну я потом Что-то под себя Конечно Чтобы теплее было Но просто я думала Боже мой Как вот завтра утром Вот все Тундру покрыло снегом А мне вот Идти в Волок Делать Это так ужасно Думать о том Что вот У меня такие мысли А может пойти Может по этому следу Пойти А может денек Пережидать А где же Я-то думала Здесь будет база Болок Я ну как-то Подсушу снаряжение Плавник А тут вот Такой голяк Я подошла К этим контейнерам Там доски Широти Ну какие-то Гнилые Моей маленькой пилкой В общем костер делать Это без вариантов На следующий день Вот сейчас замело Думаю Ну ладно Пойду на разведку И только я пошла На разведку Чуть-чуть Посмотреть Вперед А и руки Замерзают Я уже руки Засовываю В мешок С этим С шерстью И тут значит На меня выбегает Песец Не на меня Он мимо пробегает Я такая Быстрее камеру Быстрее быстрее Снять О хорошо Не выбегает Ой А он прям это Близко Ой я здравствуй Дорогой Самая А он что-то На меня вообще Уже начинает Мне эти Начал обнюхивать Мои эти Сапоги И зло Так на меня смотрит Я говорю Ну ладно Иди своей дорогой А он так И отошел И вдруг Ну и побежал Я иду дальше Три шага сделал Потом Ну елки-палки Он же в моей палатке бежит А там же еда Я быстро разворачиваюсь Значит бегу с палатки И он туда Значит И мы почти одновременно Подвигаем А он первым делом Вцепляется В нос моего каяка И начинает его Грызть И тут значит Меня Проняло Ну как же так Он сейчас мне Ну там рыбой пахло Понятно Я начинаю на него орать Гонять его А у меня основной кол Он же в палатке стоит А палка тоже лежит В палатке И я его там На него ору И там начинаю И тут еще камни такие Тут камней-то везде нет Нормальных Ну они такие Вросшие Их не поднять И я на него начинаю И кидать И кричать А он вокруг палатки бегает И то в палатку пытается Ворваться То в этом Ну странное поведение И все вещи Которые в него кидают Он начинает их кусать Первый раз Я его отыгнала Потом второй раз Стал прибегать И он рвется в палатку Причем это ужас А мне же надо позавтракать Я не могу уйти Потому что мне Ну сил нету Обязательно надо перекусить И кое-как я палатку Не палатку А ну какое же там просушивать В общем лодку кое-как Собрала Свернула Убрала под тент Чтобы только он его не кусал Так он стал рваться под тент Причем он стал уже Колышки вытаскивать Ну не потому что Он все Там камни Которыми палатка А мало камней там было То есть он реально может Ворваться в палатку И съесть еду Ну и меня укусить Он какой-то был Ну я боялась Что он бешеный Потому что поведение Конечно было непонятное Вот И страшно Я достала тогда Вот эту Мою палку Палка его огрела Он палку кусает Значит Я достала ракетницу Стрельнула Ну промахнулась ему Как бы по плечу Про Так он кусает След от ракеты Потом он бежит В место Куда упала Вот это Куда ракета приземлилась И кусает это место Что это такое Он потом начал Колышки вытаскивать У меня один кол уже вытащил Я на него опять ору Бью его палкой А потом я боюсь Он меня сейчас за руку укусит Просто Ну близко его тоже нельзя Второй раз убежал Я уже в панике Быстрее все поела Палатку Все собрала Все вот так вот попихала Просто в рюкзак встала И думаю Все Все Теперь я И тут он опять прибегает То есть я еще не успела А мне надо сесть Чтобы рюкзак одеть А И да Я вот этой трубой Я в него трубой Вот этой Думаю Я подумала Еще тогда Сначала Ну все дорогой Сейчас я на тебя У меня Спецоружие Сейчас ты Значит И когда я начала В эту трубу Дудеть Он вот так вот морщится И все равно идет И когда я поняла Что вот И вот этот маленький песец И на него ничего Ну я вот это Нашатель не стала использовать Потому что он запаян И тут меня разобрал ужас В том смысле Что если Вот этот маленький песец На него ничего не действует То что будет Когда я встречу белого медведя Ну это действительно страшно Просто Я уже у побережья Они здесь могут быть И в общем Я уходила Ну вот я его Последний раз отогнала Уже рюкзак одела И ушла И прям оглядывалась И у меня уже мания началась Я все время оглядывалась Я обычно никогда Ничего не боюсь Вот так иду по тундре А тут И я отошла И тут я увидела А вон она база Это емкий палкий Мне вот песец Не дал ее разведать И я думаю Идти дальше по маршруту Или все-таки вернуться А я была в таком состоянии Ну я спала очень мало Я проснулась от холода Я думала потом поспать Мне песец не дал Не поесть Не поспать Значит Я думаю Нет, надо вернуться Я вернулась в базу Причем первая была плохая Еще до второй дошла Ну тоже плохая Но там мне удалось просушить Ну я разложила просто вещи И я все время Я как будто Я в такой оборонье Так откуда он появится Но он слава богу не пришел Я там поела второй раз А я там уже дошла До такой степени голода Что мне надо было перекусывать Обязательно два раза в день Ну я кашу уже Такую быстро разваривающую Ну там пять лаков Которую просто кидаешь Но зато каньон увидела красиво А это вот там уже все Залифти разы клавяне Все море Но здесь никакого Плавника не было То есть костер Мне не удалось развести Ну я вот так вот Просто просушила И ушла Дальше переваливать Река Клязьба Кто ее так назвал Наверное Геологи Которые так там работали Она действительно В память Ну как о средней полосе Она же тоже Клязьба И там вот на этой речке Такой равнинный Вдруг бабах Такий красивый Такой красивый Ну снежник был Полюбовался Опять же Вот это бревна Наверное тоже окаменевшие Камни красивые Ну то есть Идешь любуешься На самом деле На Таймыре Мало вот таких мест Где действительно Вот что-то такое Красивое То есть Ну да Этот поход был Поход к цели Поход на мосчелюски Но вот в конце Вот да Были красивые места Вот Ну а потом Обычная Обычная река Это вот Широкое ложе Такое Каменистое Очень мало воды И вот я пришла Нет это я еще не пришла Да Вроде как Ветра нету Началось какое-то бабье лето То есть Морозные ночи И почти безветренно Безветренно Но я все равно Палатку заваливаю Так что Ну в расчете Что если песец придет То он значит Палатку не сорвет А так я только от ветра Земля кажется Что земля На самом деле Вот трогаешь землю А это Вот она коричневая Да кажется земля А это не земля Это маленькая прослойка Каких-то маленьких мхов И вот на этой подушечке Можно спать И вот там такая Бугристая тундра Очень интересная Вот эти бугры Мерзлотные Интересные там Такие проявления Или вот такая Вот какая-то Арктическая пустота Я такую кстати На Боливийском Альтиплане Там вот тоже На высоте 4 тысячи метров Тоже вот Отдельные куртины Каких-то Это злаки Это злаки Асоки И вот такой лишайник Который похож На белый На рога оленей Ну или какой-то Перевал уже На реку Следующую Вот на серебрянку Вот эти бугры Мерзлотные И вот Любое Любое то Что посреди тундры Видишь Это притягивает Внимание И как подхожу Думаю Сейчас я в этом Болочке Перекушу И все никак не могла Открыть А потом Какой-то волок Без окон И никак не открывает Я гвоздь Какой-то ржавый Подцепила Потом Никак не могла Потом так в щелку Смотрю Ух А там очко Я поняла Что это арктический туалет Обитый этими Одеялами Да Вот такой Бросили Ну потом заберут Ну там же Все на Все балки Привозят Ну и геологам Тоже привезли По санному пути Еще И вот река Серебрянка Вот Вроде как Можно сплавляться Ну вроде как нельзя Мелко И я понимаю Что еще мне идти И идти И следующая база Вот я увидела Это Амаза Анабара Но там все балки Были запломбированы И я думаю Ну ладно Ну то есть Там замки Еще пломбы висели И никого не было Думаю Ладно Переночую так А что красиво И хорошо И сухо И в общем Только по утрам Заморозки И лед Замерзает Даже у меня в котелке Под тентом И я понимаю Что река Серебрянка Здесь не сплавится Потому что Ну очень мелко И она такая Ну широкая И я поняла Что последние 60 километров Это у меня будет Не сплав А пешком я буду идти Но я даже Может быть даже Обрадовалась Я эти 60 километров В результате Прошла за два дня А я все Шла и все Думаю Ну может А холодно Я же Ну во-первых Уже быстрее хочется дойти Во-вторых Холодно Вот И я шла И думала Ну может быть Не будет лишней ночи Может успею 60 за два пройти И я вот все себе На карте намечала Вот если я досюда Вот востока дойду То я успею И сначала там такая дорога была А я еще мало спала Уже под конец Ну потому что Ну да Поздно ложишься Потом рано встаешь Солнце вроде И я помню Утром я иду И вдруг На меня находит Такая усталость Я понимаю Если я вот сейчас Не лягу И не Прям Это как вот на рогению Ну я еще В соревнованиях же участвую И там бывает Что Ну хочешь ты спать Вот прилежешь На пару минут Там Покемаришь Как бы И тут я тоже Просто легла И минуты Минут пять Наверное лежала Ну не заснула Но после этого Пошла как-то А ты вообще Не отваливаешься Когда проходишь Что с вами Как можно встать Утром После этого И дальше Ну я все-таки Тренированная Нет Ну если Если до этого Все время лежать И встать И пройти Сорок километров Ноги отвалятся Это точно Вообще весь организм Будет там Зашлаку Ну там Молочь Ну все Всякие А так нет Ну как Нормально Там была хорошая Дорога В смысле что Эти Галечники Хорошие А потом Начало засасывать И я ушла в тундру Срезала петли Вот А потом начался Каньон И все Здесь надо вставать И значит Остается До До ледовитого Остается километров Десять по прямой И тут я уже Очень боюсь медведей Ну так как Вот я эти две Ну было очень напряжно То есть Я заснула Потому что Просто уже Очень устала Еще я думаю Меня Там еще ветер Был Ну медведи Вообще Звери Они идут против ветра И чуют А тут был ветер Да Как бы на них То есть Меня Они если идут против ветра То их разделяет От меня этот каньон Изменяет очень Так вот Это вот Последнюю ночь Которая спала в тундре Ну я спала У меня прям под рукой Все лежало Труба Вот это все Прям потому что Если он начал Будет сверху прыгать Как мне говорили Как он на нерпу прыгает То я сразу У меня под рукой Последние гранаты Ну слава богу Он не пришел Но на самом деле Страшно Ну мне или везет Или Ну не было там медведей Ну слава богу А ну я долго Очень еще места Не могла найти Где палатку поставить То воды нету То все заболочено Воды нету В смысле Ручья нету А здесь Ну все Вот это чавкает Ну потом все-таки Нашла распадочек Вот поставила палатку Опять Ну ну Снег там Это уже все И вот на следующий день Все я понимаю Я дойду И на самом деле Вот Красиво Очень каньон был В конце Каньон Серебрянки реки По нему все равно Нельзя было бы сплавляться Но я и хотела Закончить Сплав все равно До каньона Это Ну такой знак Гури Их раньше называли Полярные путешественники Ставили А здесь наверное Для того поставили Чтобы если вездеходчики Едут Чтобы не упали в каньон Ну такой знак В принципе Такой гури Такой гури Амутсона Стоял на Мысе Челюскин Раньше А теперь Вот его нету Там гури Хотя еще В 50-е годы По-моему Он был Я видела фотографии А сейчас нету Надо было Постройки Надо Да Возможно Ну Вот И на следующий день Мне надо пройти Ну что там 20 километров А там такая тундра началась Это после 60 Еще 20 Идешь И Ноги засасывают На каждом шагу Как будто Идешь по болоту То есть Если бы я была Ну как бы В силе Ну ничего страшного А тут Я понимаю Что нельзя остановиться А я же все-таки Не могу вот так вот Рюкзак С земли поднять Мне надо сесть А тут нигде не сядешь Редко Какие камни торчат Вот О которых На которые Обопрешься Там чуть-чуть отдохнешь И в общем Эти Несколько Километров В семья Наверное шла И ориентировалась Только Там Тригопункты Ну мне нельзя было На побережье Выходить там Медведи А в плоской тундре Видно только Далекие тригопункты Их далеко видно В бинокле Я вот по ним Ориентировалась И шла на этот тригопункт И побах Выхожу на дорогу Ну на самом деле Дорогу Если бы у меня был Космоснимок Я бы про нее знала Но я про нее не знала Тем приятнее Мне было встретить Эту дорогу Вот А до этого Вот я все По компасу И на тригопункты шла Вот такие тригопункты И когда я туда На дорогу вышла Я такая счастливая В ней меньше засасывала Хотя она тоже глинистая И вообще кажется Ну что дорога Такая какая-то Подмосковная Осенняя Которая ведет На какую-нибудь стройку А я была счастлива Вот И вот здесь Я не дошла Я уже вижу Эта подстанция Вот эта вот Она видна И я еще не знала Что это подстанция Ну что она не жила Я думаю Там наверное люди Ну вот По прямой На километрах Ну наверное все таки Восемь осталось Более Меньше 10 И я чувствую Не могу И вот здесь был камень Я не просто так здесь остановилась Тут был камешек И я вот на него Потому что во всю Все вот это засасываю А я хочу Ну не то что есть А просто Ну вот Если не поем Все помру Вот сейчас И я из лужи Значит набрала воды И скипятила Доела баранки У меня вот баранки Вот до конца Как раз хватило Да У меня же там оставалось Я понимала Что раз я так пошла Мне остались лишние продукты У меня осталось Лишних 600 граммов продуктов И я их хотела оставить Я даже в фильме говорю Вот этот кулечек Я оставила В результате у меня Рука не поднялась Я их нигде не оставила Принесла их на мысе Челюскина 600 граммов Там осталось Граммов 200 гречки Наверное Там Граммов 200 сахара И что-то еще И что-то еще А И вот это Геркулеса осталось Граммов 300 тоже Но потом нам из Челюскина Все съели И вот я на эту подстанцию Я до нее не дошла Я поняла Она не жила И не приближаясь Но Там везде разрушенные дома И я знаю Что в каждом разрушенном доме Может быть белый медведь Вот это И вот это одно но Меня просто убивало И при том Что у меня уже не было сил И при том Что надо Каждой штанавливаться И мне стало страшно И я думаю Ёлки-палки А там еще Там шла Такая линия столбов И я не понимаю А под ней Вот Вездеходный след И по нему идти хорошо Я думаю А куда она ведет И вообще Где здесь метеостанция А где жилая метеостанция Может это старая метеостанция Где новая метеостанция А мне еще до этого Друг написал Ооо Да там на мысе Челюскина У тебя новый посел Целый поселок огромный Я смотрел там А он смотрел по гуглу Ну Космоснимку А я не посмотрела Космоснимок Вот когда готовилась К путешествию Ну что я приду на мысе Челюскина Там люди Что там А теперь я прихожу на мысе Челюскина И понимаю Что тут-то могут быть медведи И я значит думаю Сейчас я подхожу к мысе Челюскина Я же давала уже смс-ку И думаю Сейчас за мной люди следят И сейчас они Я вот тут посылаю И я посылаю Где метеостанция То есть Ну как бы я хочу Дайте мне азимут И расстояние Чтобы понять Потому что я не понимаю Мне к тем строениям идти К этим Или вот к этим Где тут люди А где медведи Как бы вот это смс-ка Я вот это хотела Как бы сказать Но люди не поняли А Нина была на соревнованиях Как раз были соревнования Были Была она на чемпионате И она бы меня поняла Как ориентировщица Я ну как бы Я просила азимута Расстояние А друг не понял этого И он вообще В этот день Так обычно Как бы Ну я посылаю Мне сразу А тут никаких ответов Я думаю Ёлки-палки Чего делать Чего делать То есть у меня У меня случился Вот первый раз Это какой-то Психологический срыв То есть у меня реально Вот чуть ли не истерика Началась Вот И Меня спасло то Что я услышала Работает генератор Но я сначала подумала Что это у меня сердце Так стучит Вот я вот сейчас тоже Со стороны думы Вообще мысли Я понимаю Марина Да перевали вот этот холмик Это я сама С собой значит говорю Себя заставлю перевалить Там должно Вот на карте Метеостанция Она вон там Иди туда Там должны быть люди Нет А вдруг не там А вдруг там Вот И тут работает генератор Думаю Все генератор работает Значит там люди Я смотрю Перехожу И я увидела свет Яркий прожектора Это были погранцы Я понимаю Но я знаю По карте метеостанции Здесь Ну я так уже Сбодрилась Все там Светит Вот Потом Я же видела издалека Там дым Там корабль разгружался Когда издалека смотришь А когда вот близко подошла Там достается Два с половиной километра И я вот Я в панике То есть я А я еще боялась Сейчас сядет туман Вот я еще что боялась То есть компас не работает Туман сядет Любое строение Это белый медведь По смс-ки Мне не отвечают То есть Пусть сядет туман Но когда Азимутерстояние Я дойду Они же смотрели По гуглу Я думаю Они же знают где люди Почему они мне не пишут В общем Ух Кто же мне Помощники Друзья Называются Ах вы гады И тут значит Я увидела этот прожектор А потом я смотрю Вот на эти здания И думаю Так Ну похоже на ветеостанцию И по карте она здесь Ну что-то не похоже Чтоб жилая была Ну какая жилая Все опять разрушено И потом я На минутку Мелькнул огонек А потом мне еще Когда я туда уже пришла Они говорят Какой огонь У нас нет огоньков А потом оказалось У них на метеостанции На этой площадке Где вот эти все приборы стоят У них есть одна лампочка Которая горит И днем и ночью Потому что они На этой лампочке Смотрят температуру Подземную Под землей Ну они этот градусник Вытаскивают Они уже даже забыли Что у них эта лампочка А меня эта лампочка спасла То есть я хотела уже Пройти мимо Эту дайте Ну там бы были погранцы И там другие Ну нет На метеостанцию И в общем я сюда пришла И все Действительно Там собака выбежала И в общем Я была счастлива Вот А на самом деле Значит Вот эта метеостанция И на следующий Я уже в этот день Конечно никуда не пошла Там еще было двое ребят Они пришли первого числа Я пришла второго сентября Это были двое ребят Автостопщиков И вообще отдельная история Они 72 дня шли Только до озера Таймыр Но они начали из Норильска Потом поняли Что они не дойдут И уже там на вертолетах Подбросили большую часть И они туда пришли Их тоже выбросили Внизу ягольцовой А они шли туда То ли не 10 Ну в общем очень медленно И когда они пришли Первого числа И сказали Им сказали там Ну когда Марина-то придет У них тоже была связь Там передали по рации Что-нибудь Они говорят О, ну через неделю где-то придут Я на следующий день прихожу Потому что Ну я уже не могла Ну то есть у меня быстрее скорость И они были очень удивлены Что я так быстро пришла Поэтому как-то тоже Меня не ждали Вот Ну и на следующий день Я уже с утра пошла Тоже я ходила там с трубой Я всегда брала с собой трубу Эту штуку А потом мне вообще Ракеницу стали давать Настоящую большую ракеницу И вот я иду на мыс И тут я понимаю Что я не знаю Где мыс Там все Там все как бы застроено Завалено Всяким мусором Мне казалось Что на мысу Должны быть какие-то эти А на самом деле На мысу Там Там три таких мыса И они примерно равнозначны Я уже по солнцу Я уже смотрю по солнцу Компаса не очень Где Ну полдень солнца Должно быть значит На юге Там север Вот А потом О, ну вот это наверное Мыс Там обелиски стоят То есть я прошла Я уже мыс Челюскин прошла Не признала его за мыс Потому что там Ну там только столб стоит Какой-то там Пограничный столб Какая-то зенитка стоит А на другом мысу Там обелиски Я думаю Ну это наверное здесь И спросить некуда И наконец-то Выходит пограничник Я говорю Здравствуйте значит Ну его снимать нельзя конечно Он говорит Не, мыс Челюскин Вон там Пойдемте значит И вот он мне уже показал Мыс Челюскин А кстати Вот он мыс Челюскин Вот И на самом деле Вот здесь вот такая Белая кварцевая глыба Это очень характерно Да мыс Челюскина И его Амунсен Как раз Ну вернее Свердруп Ну это соратник Амунсена Когда они там На корабле Вот пришли туда Вообще Открытие мыса Челюскина Это вообще отдельная лекция Отдельная история Я хочу сделать фильм про это Это вообще То есть Его За мыс Челюскин Принимали много других мысов И когда я пришла на этот мыс Вот сейчас При современном Я поняла Как трудно найти Самую северную точку Евразии И на самом деле Я вам скажу Что Челюскин Ну да Это самое Считается все По праву открывателя Челюскин Но Челюскин Они были на другом мысу Это уже Ну не важно Все равно Это наш Самый северный мыс И экспедиция Первая Которая открыла Это Великая северная экспедиция 1733-43 годов Хоть они Они прошли Мне отмыл Этого мыса Но они не признали Что это самый северный Они поставили столб На другом мысу Вот Ну не важно Все равно Они первые прошли этот мыс И открыли его И вот здесь сейчас стоит Пограничный столб И зенитка И там еще стоит Стелла На которой Стоит Корабля Веги Там Ну не важно А вот он Самый мыс И Вот эта Кварцевая глыба Которую Описывает Свердруг Но не описывает Челюскин Потому что он Не этот мыс Описывал Он Описывал мыс Средней высоты Там А это вообще Низкий мыс Ну не важно Вот она Самая северная точка 3 сентября Я ее достигла А потом я месяц Жила Потому что Этот корабль Он пришел Только в конце сентября И целый месяц Я жила Ну нельзя говорить Что не метеостанция Я жила Около метеостанции Там И Удалось Видеть И белых медведей А это вот как раз Вот этот Памятник В честь Великой северной экспедиции Он стоит не на мысу Он стоит в полутора километрах Рядом с Метеостанции А медведем В трубу Медведем в трубу Нет Не трубила Потому что Видела Да И мы вот Даже Куда мы залезали От медведя Не на это здание Не другое Мы когда гуляли Там с ребятами Автостопщиками Один раз Медведь Один раз Я его далеко увидела Ну как Метров там 200 И мы его обошли А один раз 30 метров Из-за угла И мы так Но мы ходили У роста было оружие Настоящее У ребят было оружие И мы всегда ходили Либо вдвоем Либо втроем Либо если одна Я брала ракетницу И вот мы как раз С ростом пошли гулять И Медведь Прямо за угла И мы залезли на крышу Вот с крыши И вот с крыши Я все снимала А он пришел А это кстати Там не было указателей Сколько до Москвы То есть там стоят Ну бывают Да Такая Стоп С указателями Где что И вот до Москвы Ой сколько времени Они же уже 3469 километров Вот эту табличку Я сделала И там прибила Ну а потом Вот в конце месяца На корабль Берет только вертолет Там с вертолета Это вот уже сам Михаил Сомов Судно ледового класса На котором я и ушла До Тикси Пять дней мы шли А Тикси уже И с Тикси уже Улетел в Москву Вот все А вот это как Мыс Челюскин Выглядит С космоса Во-первых Каждый из этих Мысов Ну вот Самый северный Это вот этот Вот он Мыс Челюскин Вот этот А гранитный камень где? Вот здесь Это не гранитный Кварцевый Белый Да вот здесь Вот он Это самый Ну точно Можно если Обсервацию произвести Можно Ну в смысле По светилам Там разница По широте метров Там Меньше ста наверное Да Ну на самом деле Тут еще же есть мысы Там Ну которые Там В 5-7 километрах Которые тоже Так выступают И первые Открыватели Они путали Эти мысы И Нарденшель Он другой мыс Признал за мыс Челюскин Только Только Амундсен Правильно определил У них Хорошая была Обсервация Ну они Все там Определили И вот он Здесь поставил Стеллу Амундсен Амундсен